На самом деле, это что-то просто невообразимое, потому что... Ну, ладно, для начала, для тех, кто смотрит в записи, это третья квалификация Росбрайнкапа, первый полуфинал, нас ждет с вами три серии, два полуфинальных матча и финал. Агент играет против Стормхуфа, я, кстати, не знаю, кто под никнеймом Стормхуф скрывается, но не столь... Ну, короче, это важно, уточним благодаря чатику. Это первая трансляция по варику версии 1.29, у нас широкоформатные варкрафты, вот эти вот две черные полосы слева и справа, они во время игры уйдут. Привет, Меллуа, чатику привет. А, это кэш, это кэш, Стормхуф это кэш, ну, прекрасно, прекрасно. Просто я сегодня с утреца снова начал, ну, во-первых, мне не удалось там то ли в пятницу, то ли в четверг пропатчить варкрафт из текущего его состояния, из 1.28, лицензию причем. Но, судя по теме на форуме батлнета, это проблема весьма общая, надо чистую установку делать и желательно через клиент. Через клиент у меня не получилось, почему-то батлнет там не коннектился и выдавал ошибку. Забегая вперед, скажу, что полный снос батлнетовского клиента и установка новой версии решила проблему, сам он почему-то у меня не обновлялся. Но перед тем, как я пришел к обновлению батлнета, я скачал, соответственно, оригинальные образы, вытащил, ну, сначала пытался граббером вытащить свои ключи из прошлой версии, потом плюнул, думаю, ладно, Близзардом еще закинул, купил лицензионные версии, Рока и ТФТ по 499 рублей. Кайф. Вот, некоторое время, ну, учитывая то, что у меня между двумя заказами было порядка 2-3 минут, а у них айдишники инкрементные, я увидел, что за это время порядка 70 заказов еще в Близзард обработалось, то есть нормально там все с продажами. И если верить количеству в номерах, то у них порядка 316 миллионов самых разных проданных тем, там это и внутриигровые вещи, и игры, естественно, ну, в общем, впечатляет, конечно. Так вот, вытащить CDK граббером по старинке не удалось, я скачал оригинальные версии игр, установил, но, несмотря на то, что я их установил спокойно, там, через, через эмулятор, не удалось запустить, потому что он говорил, у вас нет, вставьте диск в CD-ROOM, мне нет диска, нет диска. Ну, хотя, посмотрел в реестре, пути на CD-ROOM правильный, эмулятор работает, но все, no CD под каждую версию уникальный, я попытался оригинальной первой версии скачать, не получилось быстро. В общем, с этими оставил я эти попытки, сегодня с утра поехал уже, там, к родителям отдыхать, и решил, что все-таки надо по приезду снести, в первую очередь, Battle.net, и попробовать через клиент поставить. Так оно и произошло. И вот сейчас мы наблюдаем широкоформатный Warcraft, у тебя нет диска Warcraft, нет, но сегодня мой старший брат сказал, что у него есть два диска Warcraft, запечатанные джевелы, те самые, с ключами внутри, и можно их разыграть, он готов их отдать. Редкость, жутко, отпечатан, ну, в смысле, распечатанный ок, а вот именно джевелы, те самые, за там, сколько, 299, 399, 499 рублей. Вот. Заходишь в свой аккаунт Battle.net, смотришь свой ключ, скачиваешь шигуру, я в курсе, да, как это работает, ладик, спасибо. Обратили кэджел, не, не, нет, нет. В каком-то патче они сделали отвязку. Да, окей, ладно, давайте сейчас к игре, у нас агент играет против кэша, кэш такой серенький, кстати. Или это черный цвет, новые цвета. Мне кажется, что звуки из игры несколько громковаты, я сделаю их чуть-чуть потише, с вашего позволения, потому что вижу, что его бесса негромкая, я себя плохо слышу на фоне этих звук. Музыку пока оставлю на таком же уровне. Патч 1.29, обзора я не делал, потому что далек от Warcraft, что за игра, не разбираюсь. Добиваем элементария, чтобы на всякий случай Blade не подрезал. Появилась полоска маны, и, наверное, основные изменения в патче закончили. Ну и Blade пофиксили, ну и еще героев там перебалансили. Ну, в общем, как-то так. Будем смотреть, как изменилась тема. Музыку убери с... Этот... Убери сам музыку. Музыка шедевральна. О, тут мимо Гранта все проходит. А он нейтральный. Не, он не нейтральный, смотрите-ка, все нормально было. Хавок, спасибо. Зеров, зергов, видимо, с протосами дела. Я не знаю, к чему этот вопрос, учитывая то, что у нас Warcraft и... Вчера был отличный турнир по Старику. Именно LAN, Road to Moscow. В клипчиках нарезанную. Я хочу присмотреть, потому что там Брюс комментировал некоторое время. Игорь Андреевич, послушать любопытно. Правда, мне рассказывали сегодня, что... Опа, сейчас подрезает футмена, хорошо, отменяет. Не знаю. Привет. Не знаю, может быть даже сегодня. Да, хорош, Тополь, прекращай уже, ты флудер, чертов. Не отвлекай меня. Так, ну, смотрите. Во-первых, агент пришел нормально, подрезал один Бору и угрожает, реально угрожает второму. Правда, битые футмены вынуждены отступать, и дамага очень сильно не хватает. Но два элементали вместе с архмагом до сих пор напрягают орочью базу, и рабочих заставляют чинить. Это потери. Потери по лесу, потери по золоту, и, наверное, гораздо более важные потери в плане недобытого леса. Недодобытого леса. Тетику привет. Вот, так широкоформатный Варкрафт в 2018 году. Можно откинуться на спинке кресла или там дивана, где вы там смотрите. И просто... Да хорош подписываться, я мысль пытаюсь завершить. И посмотреть на Варкрафт в Full HD. Full HD. 60 FPS. 60 FPS. 50 FPS. Битрейта там просто отсыпал щедро. Мегабит, наверное, 8-9. Просто плавность зашкаливает. Посмотрите, как мышка плавно двигается. Посмотрите. Ооо, кайф. О, Русбрейну отдельный привет. Сегодня в очередной раз, короче, пошли вот эти вот темы с Хэппи, который зарегался на турнир. Потом его не пустили. К судьям. В общем, все вопросы к судьям и к Русбрейну. Потому что мне уже начинают в личку писать. Я прихожу домой. Что там? Кто? Забанен? Не забанен? Будет он участвовать в турнирах, на которых не будет? Я не знаю. Я не знаю. Есть судьи, есть Русбрейн. Все. Я человек простой. Прихожу, вижу Варкрафт, каменчу. Ах, кто там зарегился, пришел, я даже не знаю. Поэтому увольте, пожалуйста. Не, мне не надо увольнять. У вас не получится. Не надо ко мне приставать. Приставайте к судьям и Крусбрейну. Все. Вот они в чате есть. Лесом. О, райдер, спасибо. Привет, Симир. Подрезают. А, ему неплохо. Смотрите, Кэш забегает. Я пошел тут к любимому стримеру. А вот какую-то мертвую игру стримеру. Я ему написал, что игра мертвая и меня забанили. Хорошо, что хоть ты в рекстримишь. А, сложная мысль, конечно. Но, конечно, по-хорошему, по-хорошему приходить на стрим, приходить на канал, где стримят игру, разные игры. И в данный момент стримят ту, которая тебе не очень, типа, нравится. И главное, высказывать, недовольствие, типа, что это. Это значит проявлять неуважение к тем людям, которые смотрят это дело. Я уж не говорю про себя. Тут как бы разговор простой. Появился какой-то признак, что человек токсичный. Сразу мы стараемся от него избавиться. Видимо, от тебя также избавились, рейдер. Но спасибо за соточку. Соточка точно не пройдет. Сейчас, кстати, не пропадет, не пройдет. Блэйд добил или не добил? Нет, кажется, не добил. Но добил рабочего. И самое главное, голубой бамбер. Архмаг держится на дистанции. Но есть Маутон Кинг, у которого есть два молотка. Он кидает. Хорошо. Кинул в Блэйда. Добил спокойно. Ну, правда, тут тролля. Еще один рабочий может погибнуть. Неплохо нарезает кэш. Ну, кэш, на самом деле, очень такой. Контролер хороший. Он еще, когда активно играл, он по Блэйдмастеру сильно заморачивался. Еще, но это было достаточно давно. Контролит, он будет здоров. Серый не видно на карте. К сожалению, я не могу со стороны зрителей изменить этот цвет. То есть, это надо только просить игроков ставить дефолтные цвета. Вот. Потому что, если ты играешь против такого товарища, альта нажал, никаких проблем. Все. Ты синий, он красный и... И замечательно. Но апсы ничего не могут сделать с цветами. Понимаете? Вот тыкаешь ты на эту кнопку. Ой, ну вот эта вот кнопка. Ничего не меняется. Все. Чатик-то можно и побольше сделать. Да можно, конечно. Но просто я его так бахнул. У меня оверлея на широкоформатный нет. Я же вообще стримлер непрофессиональный, поэтому... Но учитывая то, что у нас будет много трансляций по Варику, наверное, стоит... Спасибо тебе. Крисолит, мамке привет, передавай. Тоже. Мы помним. Всем... Всей командой XCOM помним про... Про... Про твою маму. Это было прекрасно. Вообще не страшно. Помню, даже разок ее ваншотнули. Ну, ты помнишь, да? На добивание было. В общем, не грусти. Спасибо тебе за переподписку. Так. Здесь дефолтная тема с... С передволкерами, рейдерами, диспейлем, спиритлинг кидаем, с их ук прокачиваем. Блэйд с хорошим предметом. На здоровье. Но сейчас вот эта вот бригада агента, она явно на красную же идет точку. Да-да-да. Архмаг замахнулся на самую жесткую точку. Хотя и Орг тоже. Тут можно выманить товарища. Поймать. А кружить бы его сейчас еще. Вот. Вторая сеточка. Контрольный Блэйда подвести. Отлично. И спокойно можно ушатывать. Оба крепятся очень хорошо. Ну, правда, агент тут особо без выманивания. У него тут менты и элементали. Есть кому потанковать. Есть кому понаносить урон. Архмаг получает третий уровень. Кстати, у нас тут... Да, у нас через второго элема играют. Ну, мало ли, вдруг там какая-то мета новая. Я же не знаю. Лечебный эликсир вы... Выбрасывает пока... Ну, не нужен, видимо, лечебный эликсир. Там, видимо, один заряд. Опять тополь. Е-мое. Спасибо за соточку большое. Я не слушал практически. Ну, в смысле, я слушал, но не буду вообще обращать внимание на тебя. Тополь. Погорел. О, не-не, стоп-стоп. Хорошо добил Блэйдмастер опять. Подрезает, что может. Третьего левела Блэйд. Правда, тут почему-то Грант подошел. Видимо, точка сбора такая была странная. Но сражаться тут очень неприятно кэшу. Потому что его армия постепенно только подходит. Только сейчас подходит СХ и остатки армии. Но, в принципе... Не-не-не, падает еще один рейдер. Неплохие сеточки. Троллит еще там сзади, помогает. Вот это приятно, конечно. Нужно жрать кодоем большого элема. Его диспелить сложно. Спиритлин к лечению неплохо. Блэйд нарезает. Криты ему, конечно, порезали. Но, тем не менее, рейдера фокусят неплохо. Еще один элементарь, второй вызывается. Что у нас там по лимиту? Лимита более-менее. 42-44. Рабочие помогают. Кто-то с деревом, кто-то без. Рейдер опять падает. Как там... А, тут... Ой, тут большой бутылек... Большой камень мана. Вот это важный момент. Потому что МК... И реген у него хороший. И камень он жирает. И у него появляется еще плюс 4 молотка. Это минус 4 юнита, фактически. Можно сейчас и Кадоя подфокуснуть превентивно. Или даже Суху попробовать. Не-не-не. Наверное... Я не знаю тут в кого. В Спирит... В Спиритволкера. Падает еще... Футмен. Рабочие пытаются там все под слоу. Блейд пытается нарезать. Реген идет маной. Не перебивает его. Почему-то агент добивается хилом своего Спиритволкера. Кадой. Так, перебил уже Реген. Хорошо. Да, баш срабатывает. Хороший повод, чтобы молоточек в Суху кинуть. Он там, правда, сетка идет. Очень бит АМ. Очень бит. И сейчас... Зачем? Что ты делаешь? Он так близко пробегал мимо Голема. Мог разбудить и получить сразу же молоток. И вроде как кэш даже отковыривается здесь. 50 лимита. 33. Да, ситуация у него, конечно, значительно уже лучше. Я как-то пропустил тот момент, когда начал разваливаться агент. Несмотря на то, что лимит был более-менее равный. А потом юнит за юнит ему начал отрезать при помощи молотка. Но в какой-то... Ну, как-то, как-то получилось так. Четвертый СХ, четвертый Блейд. Дальше будет только сложнее. Потому что... Наверное, одновременная прокачка двух орковских героев будет по... По ценнее. То есть Архмаг все-таки проигрывает по... Ну, на небольших лимитах. По эффективности. На больших там и аурой лучше работает. И можно перекачаться, как-то попробовать. Близердом залить. И больше урона нанести. Но зря он сейчас лезет. Минус по лимиту. Все достаточно битое. Иллюзии ловят. Но сетку не жалко. Это вопрос кулдауна исключительно. Нычки нет. То есть мы работаем только с теми ресурсами, которые у нас вот на руках. И недоконтроливает еще. Две сорочки. Это минус как минимум одна. Можно было еще хиксануть вторую, если бы Сухой подбежал чуть поближе. Ну, здесь, в принципе, можно даже и посражаться урку на развороте. Да, Блэйд пустой. Но у Сухи есть лечение. У Сухи есть тригенчик. Его можно даже на дистанции сейчас на хорошей пропить. У него есть уже еще опас... Что он? Там молоток прилетел в рабочую? Не увидел я, в кого молоток прилетел. Мне показалось, он промахнулся и кинул молоток в пиона вообще вместо Сухи, который рядом стоял. Ладно, тут либо халявить, либо ливать. Но халявить тоже нечем. Ну, то есть, нынче ты здесь не поставишь, потому что у тебя рабочих нет, леса нет. Все, это... Это, скорее всего, 1-0. Я не успел еще вникнуть вообще в игру. Пропускаю очень много всего. Когда варкафт стримишь, раз в две недели, конечно. Такой есть эффект. Сухи нужен на бутылочке. Маной. Именно вот бутылкой. Одним регеном сыт не будешь. Он его целенаправленно, причем до пятого качает. И прокачать может, учитывая жирную точку еще... Ну, не здесь прокачает, но очень близок будет. Ну, спирт... Спалбрейкера переварить можно. Не добил жреца лесных троллей. Забыл про него, может быть. Кто побеждает? Хэппи пока побеждает, сообщает Трухин. Как сокол сыграл? А я, кстати, не знаю. Надо посмотреть будет сеточку. Но... Я пока не вижу сокол. Да, агент 007 звучит как 0 киллов, 0 ассистов и 7 смертей. Ну, это дотерская такая, да, шутка. Ну да, статистика так себе. Тут, конечно, Маутон Кинг четвертого. И лимит чистенький 50. Но орк вряд ли будет... А, кэш он проиграл как раз вот. Соколик. Архмак в инвизи там бегает. МК в соляного качается. Может он хотел переучиться или свиток перекупить? Свиток он, кажется, выкупал таким образом. Спалбрейкера, скорее всего, поймают здесь. Или крипджекнет вообще. Спалбрейкер и выдает расположение армии. Ой, как же нагло маг выходит. У него есть инвул, но пропивать его в самом начале сражения странные. Ладно, убивает двух рейдеров, маг умрет здесь просто. Ну а почему? Почему, кстати, он не продолжил после инвул убивать мага? Там и хекс, и сетка, и блейд рядом. Ну ладно. Он, видимо, решил, что выиграет просто по лимиту. 42 на 57. МК весьма бит. У него на два молотка запас маны. Блэйд нарезает. Большой бутылек жизни. Свиток есть. Там вообще даже... Даже трогать его не стоит. А если не будешь трогать блейда, то он стабильно такой урон будет наносить. Хорошо диспелит. Хороший линк, хорошее лечение. Ну и преимущество, конечно же, колоссальное. В МК просто убивает МК. Это 1.0.100%. Агент пишет, гагалевает. Так, ну как вам широкоформатный Варкрафт? На плазме. Кто... Давайте начнем с простого. Кто смотрит сейчас это либо на большом мониторе... Ну большой давайте какой? Большой монитор. 28 плюс дюймов. 30. Нет, это уже перебор. Давайте 28 дюймов плюс. Или на плазме ну минимум 50 дюймов. Напишите, пожалуйста, плюс. Сейчас у всех, наверное, плазмы поедут. 24. Не, не, не. 24 не надо. 27 тоже. 22. Вот мы не будем рассматривать... Хотел сказать плебсов. 28 плюс. Не надо свои маленькие... Стыдно. Вот. Все. 28. 3, 2, 2. 55. Ооо. 49 4К. Вот, вот, вот. Мужики отписываются. Молодцы. Молодцы. На проекты Ребенку на всю стену. Хорошо. Вот это хорошо. Ооо, свинюки, как сказал бы. Чисто домашний кинотеатр. Вот. Ну, в общем, сейчас как бы не квадратный Варкрафт. А, видите, на всю просто стену у кого-то. И 60 фпс. Плавненькая картинка. Шикарно. Так. Какой там интересный у нас канал? Ну, мне скажут ими, конечно. Но... Может так? Может так? А может не создали еще? По радио слушаю. Что с СССР сертификатом на сайте? А что с СССР сертификатом на сайте? Ну, вроде нормально все по срокам. Обновляли. Сколько окулитов должны пожертвовать собой, чтобы хэппи взяли на квали? Без понятия вообще. Это не ко мне вопрос. Все. Я ни при чем, ребят. Я просто комментирую Варкрафт. Посредственно. Ну, не посредственно, но посредственно. А это к судьям. К судьям, к Росбрейну. Я просто сижу, кофе пью. Смотрю, картинку хорошую. Смотрю на планшете в мобильном качестве. Аж не тянет инет. Беда. Ну, ничего. В мобильном качестве тоже хорошо. Такие пиксели бегают. Кайф. Ностальгия. Вторая игра. Я весьма... Невнимательно смотрел прошлую. Куда-то мне в сторону все вело. И пропустил тот момент, когда у агента вдруг стало все плохо. То есть, это было какое-то сражение. Ну, мы помним, что они схлестнулись в районе орковской базы. И сражение было достаточно затяжное. И вроде по предметам все было более-менее неплохо и по лимиту. Но в какой-то момент агента вдруг не стало. Михаил, посредственный комментатор у аркады. Да-да-да. Надо в Википедии подправить кому-нибудь, кто там пишет. Да, время идет. Можно рестрим через шестеренку на твич-плэзы. Так сейчас должен быть рестрим и на ютубе идти, и на твич. Посмотрите. Через шестеренку. Я думал, Варик умер уже, говорит, родом 34. Но... Как бы турниры регулярно идут. Сильно играют до сих пор корейцы, китайцы. Международные турниры. Вот недавно по инвайтам от Близов был турнир, который в преддверии выхода патча 1.29. Ну, конечно, завозить балансный патч, так долго мы его ждали. Ну, некоторые уже не ждали, я тоже не ждал. И причем это реально балансный патч. То есть тут не только всякие изменения, типа широкоформатные, минорные какие-то. Там же баланс поправили, говорят. Варик уже 10 лет умирает. Верное замечание. Пошел криппинг. Меня тут интересуют, в первую очередь, предметы, перчатки скорости, ок. Стимы есть? Какие стимы? Но переключать плеер в окне не получается. Что? Какой? Как? Дима и Варден как были, им бы так и остались. Но Варден же подрезали блинг, насколько я понимаю. И... Я не помню, кто там из корейцев на интервью говорил, ну вот с турнира Близовского, что... Лаулит, кажется. Что стало гораздо менее удобно разводить высокоуровневая Варденкой. Потому что КД уже не секунда халявный. А встрою плеер, отвечай, где-то бы на... К себе на ГГ. Так они же там... Короче, ладно. В любом случае, не сейчас. Это сейчас... Идти, чтобы... Нет. Идти, чтобы нет. Приходит снова, отменяет Бору. Такое начало было. А-а-а, это третий уже Бору. В прошлый раз, кажется, он умудрился второй отменить. Тут либо тайминг второго Бору уже другой, либо одно из двух. Привет, Airbus FX. Дим Флэш говорит, ура, Михаил, не PUBG. Уря, вы вернулись. Уря, Михаил, старый добрый, любимый, родной. Я уже не тот, что был раньше. Во мне уже есть вот эта вот PUBG-шная хрень. Вот. Но почти каждое воскресенье у нас будут квалификации на Русбрейн. То есть можно уже вырабатывать привычку. Еще будет пять квали... 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 Квалификации. Квалий. Вот. Поэтому где-то вот в районе 6-7 вечера каждое воскресенье можно приходить и заставать варик. Футы, пока Архмак пытается развлечь Блэйда с Грантом, подрезает... Подрезает троллей. Как раз для того, чтобы поближе быть к третьему уровню. Архмак приходит, ничего сделать не может. Видит только, как достраивается Бору. Слушайте, может, раз уж сегодня варкрафт пошел, может, в фуфашечку после этого поиграть? Да не, фигня какая-то. Надо... Надо лучше упасть куда-нибудь... В дома и полутать груз. Что-то у меня вообще... Нельзя, нельзя на варкрафт посаживаться снова. А то начнется опять. Вы из Майл Вуд, ступит Близзард. А что там? Что-то... К чему это интересно? Где мой лес? Может, ты речь о каком-то баге или... Или... Или из Эриспа, типа, лес далеко. Или... Волькском. Я услышал тебя. Так, Блэйд в это время... Кстати, у него с... Ой, подождите. Здесь приходит Архмаг. Важный момент. Потому что он умудряется прийти, отменить точно Спирит Лодж. И, возможно, удастся даже отменить Бестиарий. Но это не точно. Потому что все-таки здесь уже, да, здесь уже СХ, здесь уже Блэйд. Архмагу пришлось просто отступать. Просто потому что связочка Блэйд и СХ Архмагу... Да, он... Он снял процентов 40 только ХП. И все. Пауэрбилд. На кастеров. Престы готовятся. Странно, что... Ну, хотя, наверное... Тут вечные были споры относительно того, что лучше вначале... Пару 40 или пару престов. Естественно, зависит от того, как у вас там состояние по армии. Нужно срочно лечить или не нужно срочно лечить. Помню, у Скайа было все настолько четко, что он там особо дэмэджа не получал. Он начинал с двух сорочек. Но... Ну, потому что у них и урона побольше, и они так поагрессивнее за счет слоу. Оп! Не, не добил. Смотрите-ка, Блэйд. Мигает у него. Может, кстати, не хватит. Молоток! Молоток! Предмет утащил, кажись. Ну, потому что... Это не могло упасть. Ну, сапоги не могли там упасть. А две мантии у Архмага уже были в этот момент. Прикольное оформление. Это не стандартное оформление вообще. Я ничего не делал. Поставил вебку в одну сторону, чатик в другую. И все. Видите, сколько? Широкоформатное. Раньше вот этих вот... Вот до сих пор у нас было, да? Свободное место. Все, теперь заживем. Ребят, заживем. Надо срочно ставить варик. Опять. И катать в ладере. Там, говорят, и обнуление было не так давно. Войска вступили в бой. Да, МК же пошу... Нет, подождите, МК... МК тоже увеличили скорость перемещения? Большинство героев, у которых было раньше... Невысокая скорость перемещения... Теперь мини-мапы не нужна. Там всяким бестмастером, питлордом, дредлордом. Лечу. Всем увеличили. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Особенно с сапогами. Неплохо, кстати, агент. Пришел, подрезал. Единственное, что у него тут архмаг почти четвертый и МК, не третий. Но он должен собирать вот эту точку. Причем убивать и уводить архмага. Ну, в смысле, убивать кого-то из нейтралов и уводить срочно архмага. Таурин. Да, Таурин же вообще псих теперь с Аурой. Все, четвертый АМ. Надо уводить. Не отводит почему-то сразу же. Но не забыл, увел, в конце концов. Тут криппинг от кэша. Битые рейдеры, битые гранты. Как бы не получить по КД этот камнем от Галема. Но нормально. Не получает. Труша Таура. Весьма полезный артефакт. И для элементалей, и для кастера архмага тоже будет. Да и брейкером тоже. Хотя у брейкеров основной урон все-таки не за счет... Хотя, почему нет? Неплохой прирост 10%. Понятное дело, что они эффективнее бьют по... Тем, у кого есть маны. Сыха не третий. Немножко не третий. Чуть-чуть. Вот эту зеленую точку надо собрать. Потому что разница огромная, конечно. По полезности он... Сейчас быстро получит. Недостающий экспу. У агента может получиться очень тайминговый пуш. У него, во-первых, чистый 50 лимита. У него есть свитки. У него героя 4-3. И он с ментами идет четенько в атаку. Инвул. Вообще второй свиток не купить. Второй свиток надо брать. Второй свиток надо брать. Ну вот чего, есть деньги. И он отступает. Я не понял. Ну, видимо, это типа не олайн. Сейчас он вообще разделяется. Кто влез, кто подрался. О, часть армии Архмак с кастерами чуть-чуть наверх пошли. Остальные вниз. Куда бежали менты. Может быть, пытались крипджекать. Может быть, хотели что-то закрипить. Но ни то, ни другое не сделали. Сейчас. Ну, ясно. Серьезно. И чем ты это будешь крипить? Не, ну это, во-первых, орк спалил. Во-вторых, с кастерами крипит големов. А, он следит просто. Это Бигмановская тема тоже. Он первым начал практиковать постоянный мониторинг. Еще в уроке. Футменом. Раньше просто по этому поводу не заморачивались. Потому что требовался контроль для этого. Да, да, да. Ну, раньше реальный уровень игры был другой совсем. Гораздо более низкий. Вот. И практически никто не заморачивался. Бигман первым придумал эту фишку. Бегать. Именно на про-уровне бегать футменами. Постоянно разведывая противник. Так, менты выбегают на лагерь наемников. Или... Нет, это сражение. Сражение. Архмаг снова вне позиции. Каким-то чудом он выбирается из... Из гуще просто орочих войск. Первый рейдер падает еще до того, как Блэйд начинает нарезать. Съедает одного брейкера. Потеряется второй рейдер. Стенка на стенку. Кадо идет, съедает элементали. Хороший Кадо и вот... Хорошей они... Иллюзий Кадо и в том плане, что поглощают какое-то количество урона. Из-за того, что на них тоже кидается спиритлинг. И они... И орк вроде как здесь держится. 57 на 56. Но лимит более-менее... Более-менее одинаковый. Менты, правда, закончились. Это плохо. Блэйдмастер пустой абсолютно. Но почему-то не прокликивает, не смотрит агент на эту тему. Блэйдмастер в таковом уже можно трогать. Уже можно щупать, потому что он нарезает. Он опасен. Но с другой стороны, кроме сыхии, его поддержать некому. То есть нет инвулов, нет свитков больше. Нет бутылок ни инвулов, ни обычных. Не, работает по юнитам. Работает по юнитам. Причем именно по кастерам. Видимо, для того, чтобы работал эффективнее слоу, работал эффективнее элементали. Меньше диспала, больше... Ну... Более эффективно, в общем, работает вся остальная армия свиток. Хороший сейчас прочитал агент. Мне кажется, что здесь контроль не хочу. Просто можно спокойно это все откайтить. Прибегает новый мент. Смотрите, какой. Вот, все. Прибежал. Вот, Блэйд. Отлично. Просто Блэйд самая опасная боевая единица. С точки зрения ДПС. То есть, тут ни один юнит даже близко не сравнится с тем уроном, который наносит Блэйдмастер. И если Блэйдмастер можно оглушить, подфокусить, сделать так, чтобы он некоторое время не атаковал. Почему бы этого не сделать? Понятное дело, что если... Что если там бесконечно какой-то хилл, там много маны усыхи, Блэйдмастер хорошо поглощает урон, на самом деле, из-за большого количества брони. Ну, он же агильщик, в конце концов. У него там шестерка-семерка брони. Он нормально сопротивляется. Но... Если у него предметов нет, если сыхание такой полный в плане маны, почему бы Блэйда периодически не выключать из противостояния? Пользуясь случаем, агент уже с большим количеством теряет спа-брекера на криппинге. Ё-моё. Он пользуется случаем и пытается подрезать... Надо только следить, конечно, будет перед тем, как мы будем добивать. Да, он чекает сейчас рабочим, что может быть крипджек. Надо перегруппироваться. Но опасно, все равно опасно. Пытается добить... Добивает голема Блэйд. Просветка. Вот такой МК битый. Жуть просто. Молоток пытается... Доби! Блэйд, что ты делаешь? Как, чё? Кто? Кто получил? Кто получил уровень? Кажется, орк добил. Кажется, добил орк. Так, Блэйд очень битый. Его вообще можно здесь тут приговорить? Да, вот, пожалуйста. Я... Пытается сейчас убить героев. Но когда все плохо, как бы, надо пытаться. Но МК и с маной... Инвиз есть. Сейчас диспл нужно делать. Снова инвиз. Снова инвиз, если есть. Сетка. Молоток. Инвиз, видимо, маны нет. Пытается там передать предмет. МК падает. Падает МК! Да, маны не было на новый инвиз. ГГ пишет все равно кэш. И это 1-1. Ё-моё. Ну, такие вот темы, типа, потерял... Сплбрекера на криппинге. Да? Просветил... Блэйдмастера перед убийством Большого Голема. Кинул молоток в Блэйда. Но не стал добивать Голема. Кажется... Я могу ошибаться, но кажется, Голема, в конце концов, добил орк. Агент играет. Это был Байт на Голема. Это был Байт на Голема. Байт на Голема. Байт на Голема. Ну, хорошо. А меню такое же не широкое. Да-да-да, большая часть экранов, она такая же. То есть, здесь черные полосы. И главное меню там. Ладно, ребят, ставим эльфов, погнали. Не знаю, что это значит, но это был Байт на Голема. Я думаю, да, это был Байт на Голема. Орк добил, у него айтем был из Голема. Ну, айтем не показатель. Мне кажется, ловил апнулся как раз сэха. В момент. Можно стырить, но не добить. Это Майн Геймс. Ну, да, видимо, слишком сложно. О, Сокол среди зрителей. Смотрите. Давайте тогда, может быть, предложим Соколу покументить. Хотя нет, давайте, я уж отстреляю сам. Сокол, кстати, может стримить. Посмотрите, онлайн канал или нет. Давай с Соколом стараемся. Я вот ожидал такого. Нет, ребят, ребят, давайте разделять. Разделять PUBG и Warcraft. Что нам может рассказать Сокол о борках, в конце концов? Ладно. Третья решающая игра у нас в полуфиналах Бо-3. До двух побед мы играем. Смотрим. Внимательно смотрим. Тут версия карты с этим Observer Board. Т1. Количество рабочих, количество грантов и футменов. Ну, видимо, юнитов боевого лимита. Общий лимит. Значки расы, темные написанные, никнеймы. Сворачиваем. Что знают орки об игре вообще? Что там? А что за сигналы такие? Кто-то пинганул. Как будто стоит посмотреть на орковскую базу. А зачем? Ну, то есть, если бы здесь был какой-нибудь, например, поздний алтарь. Или какие-то хэдхантеры. А тут вроде как стандартно. Хэппи уже в финале. Хэппи в суперфинале. В суперфинале. Сейчас просто выясняется, кто попадет в финальную часть. В финальной части выяснится, кто попадет, в конце концов, на императора. Ну, императору, естественно, все призы достаются. Весь призовой фонд, который собран уже, и который будет собран, он, естественно, отправится сразу же императору. Вот. А все остальные там, корейцы, как-нибудь там. Посмотрим, в общем. Если удастся кому-то карту отжать у него, то, может быть, подумаю. А так-то не говорите чепухи. Как бы. Давайте не будем на вот этих вот, прямо скажем, квалификациях. Ну... Нубских. Вот. Говорить о императоре. Войска вступили в бой. Акалиты вы или не акалиты? Самоуважение должно быть какое-то, в конце концов. Так. Это Twisted Meadows, поэтому криппингу Архмага имбанутый. Особенно на таких респаунах. При всем желании ты не успеешь добежать. Не успеешь помешать. Надо сказать, да, синий-красный по цветам согласен. Очень сложно мониторить. Очень сложно мониторить. Фогич пошел уже. Так были две квалификации. Уже два человека, которые прошли финал, это Фоги и Соник. Это третья квали по счету. Их всего будет восемь штук. Последний будет среди тех, кто... Там не прошел... Спасибо за переподписку. Из тех, кто там позанимал вторые и третьи места на предыдущих квалификациях. И еще в голосовании. Кстати, голосование. У меня вопрос к Крузбрейну. А может ли Хэппи участвовать в народном голосовании? И попробовать принять участие в последней квалификации? Ну, если там, например, он наберет поддержку, его пустят или не пустят. Короче, все вопросы к Крузбрейну. Я не знаю. Крузбрейн, суди. Что там по Хэппи? За что забанили? Почему забанили? Забанили Лили? Это все не ко мне. Я не в курсе. Росбрейн был где-то в чатике. Так, лавку пришли, убрали абсолютно спокойно. Тут, правда, попытка была на халяву прокрепиться. Не увенчалась успехом. Блэйдмастер хорошо проконтролил. Но у Блэйда первый левел. Во втором полуфинале ТГВ Люцифер неплохо. Неплохо. В каждой квале проходит какой-то корейец. Что-то в первый там фокус был. Во второй... Господи, а с кем Соник играл-то? Неважно. А, с Люцифером и играл. Да. Вот. И сейчас снова Люцифер. Не сдается. Будет пытаться проходить. Правильно. Кстати, Блэйд должен был уже получить второй левел. Вот мэны бегают. Да, он снова, видите, Блэйд как пытается подрезать рабов. Найдет одного. Подрезает. Грамотные штуки. Видите, как у рыбками Архмаг после криппинга в мастерской, он там получает второй уровень, гарантированно получается. Даже чуть больше. А если Томов Экспириенс, то почти третий, если я правильно помню. Ему вот нужно преодолеть путь со второго с небольшим до третьего уровня. И он всеми правдами и неправдами это пытается сделать. Рабочие у рыбками крепятся. Сам разделяет войска. То есть подрезаем мелких там гнолов где-нибудь. Там халтурку ищем. Для того, чтобы, ну, добраться до этого мега нужного третьего уровня. Кэш перекупает джидсалисных троллей. Ну, чтобы, видимо, нейтрализовывать АЭМа. Сейчас вот гнолу убьют и элементаль-то уже будет второй. Второй элементаль лучше первого. В полтора раза приблизительно. И по урону, и по ХП. Хотя не в полтора. Раньше был в полтора. Раньше у элементали первого левела, кажется, было 450 здоровья. Сейчас 525. И 675 было, типа, полтора раза от 450. Не помню, исходя из чего решили апнуть АЭМов. Никогда не слышал жалоб на то, что элементали слишком слабенькие. Ну, это Близзард. Как бы им виднее. Что мы знаем о Варкрафте, в конце концов, да? Так, подрезает сейчас голема. Тут хороший предмет может попасться. А все участники играют из дома. Как понять, что участники не палят стрим? Все на совести? Ну, во-первых, часть из людей стримит. Часть из участников. Во-вторых, если ты палишь стрим, то... Ну, тебе достаточно один раз накосячить. И потом получить просто бан на этом турнире, на смежных и так немногочисленных. Поэтому люди, которые играют, они, во-первых, уже много-много лет играют. Ну, в принципе. То есть, у них уже и скилл доказан много раз, и репутация у них есть такая, что ей ради турнира рисковать не очень хочется. Ну, потому что, ну... Потом не отмоешься просто. Вот, поэтому... Смотрим просто на игру и отталкиваемся от того, что... Все честно. Будут подозрения, будем разбираться. А так, я сомневаюсь, что... Кто-то будет палить стрим. Это скорее больше отвлекает, особенно учитывая текущий уровень, когда, в принципе, ты... И так прекрасно знаешь перемещение врага. Кстати, тут, кажись, подрезал... Подрезал предмет. Или ботинки выпали. Я не смотрю на предметы, блин. Зря не смотрю на предметы. Надо мониторить все эти темы. Я даже этим вопросом, на самом деле, по стримопальству в варкафте уже давно не задаюсь. Потому что, ну, это такое... Такое сомнительное решение на... На столь небольшом количестве турниров использовать еще... Как-то мониторить стрим. Что даже в голову не приходило такое. В новых играх, там, типа, там, PUBG, или там, если человек, там, тоже новичок, или у него нет, там, репутации, типа, нечего терять. Он может, там, рискнуть. Но старые игроки, которые там уже лет десять играют, они... Акэш, кстати, хоть он и... Ну, сравнительно так из новой волны, ну, как из новой он играл, еще там в 2005 году точно уже был. То есть, ну, лет 12 прошло. А он все поигрывает в варкафт. Ну, как поигрывает, играет, хорошо играет. Маск Соби выпал. Понял, спасибо. Очень жирную точку сейчас крипит. Опасно тролля теряет. Пытается хотя бы тролля вот большого жирненького забрать. Сфера тьмы. Ну, что такое? Здесь выпал бы, например, амулет маны с ихе. Или амулетов спеллщилл тоже хорошо зайдет на того же самого блэдмастера. Было бы, конечно, очень сочно. Но арба... Ну, хотя для блэда арба, учитывая то, что она добавляет немножечко урона, 6 урона, как когти, плюс создает массовочку. То есть, блэда частенько добивает людей. И скелеты, которые появляются, они, ну, по крайней мере, шум какой-то создают. О, приходит агент, а тут уже тролля нет. Где тролль? Мне вот интересно, как там... Мы с вами не пропустим второй полуфинал. Поэтому ТГВ против Люциферы обязательно посмотрим тоже. Там и мэтчап другой. Кстати, эльфов нет. Ребята, я считаю, что нужно, опять же, поднять вопрос о балансе. То есть, ну, посмотрите. Два... Патч вышел балансный? Вышел. Турнир есть? Идет. Идет. Эльфы есть в полуфинале? Четыре места в полуфиналах. Четыре. Эльфов нет. А янь... Просто делайте выводы сами. Вы постоянно так делаете. Поэтому... Ох! Блин, я забыл про сайленс. Самый топовый предмет, это сайленс. Который здесь может выпустить. На него нужно, конечно же, много внимания. В плане контроля. То есть, он в довесок к остальным предметам выпадает. Но если тебе удастся его кидать по КД правильно, то это прекрасная, прекрасная штука. Эликсир маны выпадает в цехе. У него есть родная бутылка, еще большая бутылка на 300. Ольф уже есть квоты. Ну... Ой. Это на старом патче было просто. На новом бы Фогич с Соником не факт, что прошли бы. Так я вот скажу. То есть, это надо проверять как раз. Ну, другая игра. Моноберн на 10 дороже, говорят. Это же... Откуда? У Демон Хантера может маны не быть на Моноберн. Представляете? Перехватывает Спирит Волкера. Неплохо. Вспомните, когда последний раз у вас у Демон Хантера заканчивалась мана на Моноберн. Ну, просто так. Вот когда? О, тут Близзардом запахло. Переучивается Архмакт. 67 лимит на 60. Ну, массовочка уже хорошая. Единственное, что не хочется сражаться, потому что лимит это в другом месте. Что ты делаешь? Телепортируйся. Телепортируйся. Какой? Что ты делаешь? Зачем? Позиция классная. Да, он думал. И Сайланс против Близзарда. Прекрасно. Минус 240. Ну, и там присты 40. И два скелетика такие. Младший слуга тьмы. 215 хп. Прям под один диспол. Не, ну там не надо было вообще сражаться. И Сайланс, конечно, даст возможность дополнительно затыкать АЭМа. Конечно, КД у Близзарда... Блин, я не помню, какой КД у Близзарда. Что вроде 9 секунд. Сколько он идет? Там 6 волн. 6-8. Там количество волн увеличивается. Урон от волны. Короче, КД у этого больше. У Сайланса. Секунд 12, наверное. Ну, можно же скидывать еще же сеткой, правильно? Вот. Можно скидывать сеткой. Еще Сайлансом затыкать. Попутно задевая сплэшем там рядом стоящих кастеров. Может быть даже МКУ. Сейчас надо ловить просто. Хороший момент, хороший лимит. ТП нет. То есть тут сражение в один... То есть орк может уйти? А, просто тык в коня. Старая добрая ороча традиция. Тык в коня. Нет инвула. Извините. До свидания. Ну, нет, нет. Диспл, диспл, диспл. Вон он, конь, 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 огонь. Минус конь. До свидания. Блин, какая халява. Пытается Сыху сейчас отфокусить. Но там Сайланс. Откидывается Сайланс на МКУ. Инвул надо передать Сыхе. Сыха отхиливается. О-о-о-о. Передает инвул. О-о-о-о-о. Ну, кэш в финале. Гадалки не ходи. Там менты, конечно, пытаются что-то сделать. Но МК без... Маны. Без Архмага. Лимита уже меньше. Сайланс опять. Инвул. Виверну некем убивать. Ну, как бы никто, кроме кастеров, не стреляет. ГГ. Кэш всегда хорошо херокилил. И если он видит коня, у которого нет ТП и один свиток лечения, это рефлекс. То есть... Он должен умереть. Поэтому... Все. Балансный Блэйд. Говорит Шагин. Причем здесь Блэйд? Там коня бы разрубил кто угодно. В новом патче же Вардан Рип. Но ее подрезали на блинке на высокоуровнем. Ну, так остальные скиллы оставили без изменений. И ульту, и все дэмэджные. Будет сложнее в лейтех хорасить. Так. Второй полуфинал. Спасибо, судим. Большое. И за организацию такую четенькую. И за то, что держит в курсе. Видите, у нас пауз нет между матчами. Все уже черканули. Все готовы. Скор. Да, вроде первые. Они не должны были играть. 0-0. Я полагаю. Сколько мест? Смотрите. Тут можно даже проскроллить. Ребята, 24 слота в игре. Ох. Не, давайте сегодня поиграем... Поиграем в Фуфа. Там как раз Мистер Лайт сделал на... На 24 игрока. Там всякие рагнароки. Можно даже 2 на 2 на 2 на 2 на 2 на 2 на 2 нас с соколиком. Причем нас в прошлые разы-то унижали. Ой, унижали. Будет интересно. Да, давайте сделаем сегодня вечер Варкрафта. После того, как мы с вами посмотрим полуфинальный матч, после этого мы посмотрим с вами финальный матч до трех побед, а потом пойдем играть всем двором 24 человека в Фуфашечк. Йееее! Сколько радости. Наконец-то интересная игра. А там абузер ТГВ во втором семье. Да, там The Great Wall и... Ну как, абузер. Абузер. Сам ты абузер, понял? Абузер звучит обидно. Абузер. Креативный игрок. Не, она, говорит, будет PUBG и Вангу ставят. Хав говорит, я не зря уговаривал всех на ФФА. Так, Хав будет в игре, надо будет... Хав, а ты это самое, если слушаешь стрим, ты скажи, как ты на квале-то будешь участвовать? Рус Брейн Кап. Я слышал, ты что-то там контролишь, интервью с тобой читал. Крутой игрок. А, он был в списке за Реган, говорит Гэмбл, но не подтвердил. Понятненько. Звучит за... Абузер звучит обидно. Цемайкер, тупо, абузер. Ребята, я просто механику игровую изучаю и стараюсь использовать все ее возможности. Что значит абузер? Если можно строить фотонки, почему бы их не строить? Извините. Вы такие интересные. Давайте играть, как все играют. По одним и тем же стратегиям. На баттле пинг устранили. Кстати, говорили, что сделали лучше, но учитывая то, что тестовый патч был на ПТРе, на американском сервере, все равно был пинг высокий. Но у игроков, кстати, надо спросить. Сейчас же выкатили все, уже на Европу пинг... А, нет, пинг же еще раньше, сетевой протокол пофиксили. То есть на Европе уже было сносно играть. Блин, классно. Широкоформатный Варкрафт. На 24 человека. На баттлнете дожили, е-мое. Я только из-за просмотра в стриме с твоими фотонками покупал из канала. Ясно. В интервью написано, что Хошк – мечта женщин. Про Варик там так между делом. Ну да, можно интервью это куда-нибудь на другой ресурс. Не знаю, какие там женские секреты, например. Вот. Вырезать просто все ненужное про игры. Вот. Оставить про... Я не помню, что там было. Короче, Хавка, женские секреты, думаю, нормально зайдет. Ну, сочи, такой. В этом что-то есть. Приходит Акалит просто на базу к ТГВ. Барака нет. И выходит Форсир. И ставится грейд на Т2. Ваши действия. Ты что такое? Не понял. Они, скорее всего, играли, конечно. Так, волки у нас поплотнее, да? Не 200, а 250. Ну, давай поженимся. Или ищу тебя. Пошел харасить Форсир. Подрезает Акалита. Кстати, волк за свою жизнь может подрезать Акалита. Если Койла не будет, то он как бы гуф. А здесь еще... А, апгрейда нет. Ну, Люцифер играл еще в те времена, когда Форсир был в мете. Это было очень давно. В начале ТФТ. Может быть и в Роке он играл, но... Люцифер древний, конечно, тоже. Подрезал. И можно спокойно на покой. И вызов. Как грамотно. Не дал даже Койл кинуть. ДК такой же битый. И пошел апгрейд. Зигурат... Ну, не Зигурат, на самом деле, пофиг. Потому что волки-то... Они как рабочие, они мега маленькие. То есть они проходят между, насколько я помню. Здесь должны проходить. Ну, их в конце концов можно вызвать внутри. Так же, как элементарий, если встать вплотную. Но проблема в нерубке. И в том, что ДК должен всегда мониторить предвижение ФС, не упускать его. Для того, чтобы не было вот этого рандомного... Надо, кстати, пропить. Да, пропивает. Реджувенейшн. Ресторейшн, точнее. Реджувенейшн. Пропить это... 400 хп восстановить за 12 секунд. Кролика убил. Кролик. Это не только ценный мех, но и два скелета. ФС... Магис Бестра... Бестрастный? Ну... Использует хорошо волков. Видите, сейчас новые. Эти до конца прожили. Поздно вызвал в следующих. И тут приходит ДК. И Койл. И Жезл Иллюзий. Ну, а сейчас Форсир может отсюда не убраться просто. Его очень грамотно блочит ДК. Решил не догонять. Хотя тут вопрос двух Кайлов. Нет, двух Кайлов и Удара. Тут вопрос. Это уже сложнее. Опа! Блок. Блок плохой! Блок плохой! Сейчас удары Койл. Блин, даже телепортироваться не хочется. Да, потому что что ты здесь делаешь? Скролл спит! А, бутылёк же. У нас же Т2 готова. А вот если в том моменте Люцифер хотя бы выстрелил бы в Финдом и не оставил бы в покое Форсира, он бы мог успеть, он бы мог просто успеть двумя Кайлами закинуть. Что там на 5? В дверь звонит. Слышите? Ну, откройте. Спасибо. Так, в это время. Во-первых, интересно, что будет. А-а-а! Что? Что, блин? Три! Три! Три, ребята! Три! Три бестиария с одной базой и грабёж. Ё-п-р-с-а-т-э. Так, три. Три бестиария скелета офигеет. Он даже не успеет дойти, он уже офигел и умер. Три! Как бы классика-классика Варкрафта и аналитики рассказывали про то, что одна база, одна база может прокормить нон-стоп два строения. Два. Спирит лодж бестиарий, например. Или две кастерницы, но ты из барака ничего не строишь. Или там два бестиария виверны. Обычно скорость постройки юнита пропорциональна его стоимости. И, ну, более-менее. То есть, нон-стоп ты можешь строить в двух производящих зданиях. В двух, Карл, в двух. А тут три. Но! Это же ТГВ, он же не нубас. Правильно? Нубасы сидят в чате или комментируют сейчас. Поэтому он что-то знает. Например, он не берёт второго героя, экономит часть средств. Скелет приходит офигевает. Так, передаёт по рации. Тут три бестиария. Люцифер такой... Что? Скелет говорит, три! Три бестиария! А сами да! Не понимает. Не понимает Люцифер, что происходит. Будет много рейдеров. И с этим надо что-то делать. Рейдеры будут разводить. Это сеточка. Это грабёж. Прибежали. Пограбили. Убежали. Страта? Ещё бы! Звучит как план. Войска вступили в бой. Что? Одна база, два бестиария, один народ. Да, отлично. Кэппи, кстати, комментирует. Отлично. Отлично. Ну, он же говорил, что он комментатор, а не игрок. В конце концов. Так, стоп. Здесь у нас база намечается. Но есть изъян в этом плане. То есть, что нужно для базы? Пион. Одна штука. Золото. Было, но сейчас нет. Леса не хватает. Что делать? Что делать, когда нет леса? Добывать. Добываем лес. Нормально. Рейдеры пошли разводить. Люцифер приходит пушить. Ё-моё. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ёй. Форсир пытается забежать. Ну, поехали. А-а-а. Там вышки строят. Но вышки это не честно. Грабим. Люциферу выщелкивает уже второй Бору. У него есть ТП. Он спокойно сейчас выщелкает Бору. Потом слепортируется. Да, мы грабим, конечно. Но тут Гули, во-первых, при... Не, что-то страта как-то не очень хорошо сработала. Потому что у нас проблемы на базе. А на Мэйне даже без героев. О, не-не-не-не-не-не. Гули, гули, гули. Тут потерпели. Вы посмотрите. Минус все гули. Минус четыре. Но всё равно урон, который нанесён армией ТГВ, он, конечно, колоссальный просто. Колоссальный. Форсер приходит. Персональный телепорт. Это что, это обманочка? Это развод. Это проверка на Нубаса. Нубас ли или нет? Куда? Что? Что? Хм. я пытаюсь переварить последовательность действий форсиру ходит в магазин берет персональный телепорт и свист свиток протекшна телепортируется юзает свиток и пытается убить мейн рабочие это время все не добывали не не ну такими стратегиями корейца выиграть я думаю будет сложно его конечно можно озадачить но выиграть вряд ли возможно что-то пошло не по плану буро в грамотном месте ну потому что как бы здесь его может быть и не будут искать похилить рейдеров а там свиток хила он еще взял он взял не только протекшна и хил да и решил просто тыкнуть в базу попытаться убить а там же были красные рейдеры войска вступили в бой дирижабль хорошо но у нас 19 лимита друзьям у противника не сильно больше но проблема заключается в том что вот этой армии назовем ее так в составе форсир 2 рейдеры мы не сможем войска вступили в бой так минус бару мы не сможем скорее всего не берусь отражать на сто процентов но кажется вот три вышки вот эти вот они справятся с нами поэтому еще лично репортируется тут можно сыграть скорее всего только по одной тактике по стратегии бигмана это не братка пишем гг и выходим он харасит конечно как лев но да но выбрал он другую тактику правильно ладно 1-0 1-0 люцифер пока ведет но мы его по крайней мере удивили удивили потому что скелет вы помните он прям три бестиария не ожидал обнаружить на базе ладно посмотрим что будет дальше но чтобы играть через грабеж нужно открываться через грантов таурена с аурой а ну тебе то виднее естественно поэтому как раз тгв уже второй раз полуфинале мы рассказываем ему как надо играть что я что ты не сходится что-то так ладно у нас следующая карта но но мотайлз любопытно что-то говорит вытворит на этот раз у него что не страты я помню на прошлом турнире он вообще через кастеров играл против господи против кого он играл через кастеров против эльфа до против эльфа через кастеров и даже умудрился взять карту выиграл соника привет ростов или может оговорать тяшу не имелся говорят что он именно вот такой креативный такие люди очень нужны в пиаре сейчас будет еще безумные страта окей посмотрим через хат хантеров застройка кота посмотрим посмотрим цвета не кстати красный синий ставят хорошо я приветствую те кто недавно при джонус у нас сегодня как выяснилось вечер варкрафта намечается сначала мы с вами досмотрим финальные игры 3 квалификации специального турнира патрус брейна кирилл привет спасибо за классный призовой напомню что было выделено 180 тысяч рублей 20 тысяч уже у спину было выделено 200 до помните но как бы 20 тут же куда-то пропали непонятно куда на самом деле их съела жесткая комиссия paypal а вот поэтому у нас чистыми осталось там 183 кажется 1000 рублей их было решено ну все пустить на призовой фонд естественно разбив на два сезона то есть первый сезон 82 и 92 сезон 90 плюс те средства которые скидывают благодарные зрители чем ближе к финалу я думаю тем тем активнее вы будете что там всего парочка товарищи дополнительно поддержала турнир турнир больше подходит для турнира подходит больше название лига потому что есть отборочные есть финальная часть если не разовые события а события которые там одна серия длится три месяца 8 отборочных туров и финальная часть вот поэтому мы смотрим вот третью квалификацию 3 из 8 а что с ником откуда один да я просто забыл пароль от гудгеймеру и все я же волнами там варкафт создал аккаунт ушел а там никнеймы после инактива еще занимаются таким образом там кто-то наверняка и анона и тельфа занял и и майкера всяких разных в 2h поэтому на арене просто гудгеймеру а здесь один причем я не мог еще вспомнить металла единичка двойка что за патч там близо выкатили для варика ну патч широкоформатный поддерживать себе разрешение нормальные поправили баланс подрезали блейда апнули многих разных героев коснулись изменениям самых разных героев андедовских эльфийских нейтральных разве что героев альянса ну хотя маутен кинг тоже скорость перемещения ему повысилась у форсира волки пожирнее стали форсайты у него переработали но его им все равно пользоваться не будут мы что такой переработанный форсайт нам не нужен хотя в фа мы его будем использовать хотя фа он тоже не нужен потому что нафига мне скилл на третьем уровне с кулдауном я лучше 50 мана буду тратить и всю карту светить чем если уж его использовать то для этого вот но там что кажется карты подобавляли на самом деле патч уже вышел приличное время назад и я все никак не не взялся нормально с изменения прочитать вот так вот сесть и вдумчиво прочитать помню раньше патч и они конечно выходили значительно чаще и прям вот прям вот выходит патч и по пунктам с разбором что к чему это приведет как это повлияет балансных патча особенно в роке и начале тфт было масса самый наверно жесткий это вот момент перехода срока на тфт когда поменялось очень много добавлены и новые типа атаки магически новые типа защиты анармор добавлены были новые юниты в тфт новые герои подъехать под подогнали таверну это просто был взрыв такое обилие материала пришло тогда в тфт который ну просто представьте большинство из героев нейтральных там добавляли поштучно потом да там пандарийского вы добавили потом кого-то еще наверно файлор добавили но значительную часть героев завезли нейтральных вот прямо на 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 тфт ну или там чуть позже сразу сразу после и материала хватило настолько что до сих пор используют почти всех героев из таверны в той или иной ситуации то есть пит лорд мага тинкер просто вспоминаете матчап и как бы и все фэр лорд даже в некоторых ситуациях наверное самый редко используемый рейнджер к замечательно вот но но потом о кстати приходит агрессивно до санк достаточно сейчас к тг в юцифер но тут форсир с грантами то есть отбиться то можно но видимо почувствовал силу кореец вынужден выходить рабочий один пал ночь не до контроле в это гв очень сильно недоконтраливает нельзя здесь конечно грантов таким образом терять покусит еще по волкам волки это источник прекрасный по экспе пришел алхимик кстати алхимику много чё поизменили в патче в том числе сделали что лечение не действует на врагов наверное самый ключевой фикс и мы добавили кажется также скорости как и всем остальным героям прошлым там перебалансили осидку кстати сделали помощнее насколько я помню именно по урону кажется алхимик псих тут подкачиваем аккуратненько вторые волки тоже поплотнее стали 350 а не 300 тинкера в 1.14 добавили 17 фаерлорда алхимик остальные с 1.07 были то есть панда тоже изначально было а да панда же была с этим с мясами 50 процентами на старте панду брали все просто потому что ты берешь панду например в орковском мироре и просто убиваешь грантов с каждого попадания ну зачем брать нагу если ты кидаешь в винные пары по кд просто 12 секунд они действуют на юнитов 12 секунд у них кулдаун и они на 50 процентов замедляет юниту лучше чем слоу просто все пьяные там ходили гранты но у него как раз там на 3 этих на 3 китка она плюс конечно же разменялся лице он не потерял насколько понимаю или одного финда только потерял там минуснулся грунцер один вот труп одного труп второго уже пропал он где-то вот здесь в районе ушел плюс были убиты и волки то есть это экспа которая ушла деке ну и такой агрессивный шаг конечно спирит волкеры и бестиарий какая нага в мироре шаг вей в чайник не я говорю про начало тфт там уже было по-другому уже было по-другому амулет маной выпал один финс мол не точно умер да кажется когда он приходил не было 4 финда и вот 4 подстроился не так давно сейчас пятого же ска вступили в бой хорошо люцифер конечно играет надежно и подстроился хорошо под вторую каточку вот и гв просто и героя по уровню хотя нет форсир 3 у него что же вторые волки были на тот момент не не так-то плохо не стоит его списывать со счетов отгоняет неплохо тут оситка специальные какие-то страты но сражаться с андедом на его базе мы это проходили не стоит этого делать лечение ёшки матрёвка но в такой ситуации лечиться это но ты больше урона получаешь чем 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 лечишь я там не надо ничего под чтобы атаковать финдами надо отступать ну тут и не рубка и второй герой сейчас выйдет и мэйн еще стреляет и не надо больно мне смотреть но он каким-то хитрым способом мудряется папа подрезать что-то и вроде как сильно не теряет войска вступили в бой спирит волкера потерял там правда бутылку пришлось прожрать но бутылку поражал зато амулет энергии выложил и эффективность возросла по по количеству маны которую восстанавливает финн плюс голем пристроена халява забрал а голем вроде наш был то есть это тгвшный голем был и пошла застройка застройка карл что ты что ты же здесь останешься хотя для цифер на самом деле можно и перегруппироваться учетом обсидианки о не вовремя чайник но было хорошо чайник кстати тоже быстрее теперь скачет от цели к цели да тут просто реально можно расконтролить уже маны есть ой вот кого спасать танкующего спасать не надо было наверно лево надо было спасать лечит какой же он псих маны нет вот сейчас бы надо стелепортироваться отсюда просветка и ну ну а зачем в рассветку выкупил чтобы тебя не светанули и не дает нормально отступить кайф как же он вертит а все-таки или цифер то есть просто взял знал что нет не будет возможности финдов ну там там рейдер только только один нормальный финдов не по не подрезать и вместо того чтобы идти застраивать тгв возвращается на базу а как бы застройка подразумевает что ты сражаешься с нормально пока вышки строятся а тут тебе придет сражаться рядом с андэдовской базы и а ты уже в чистом поле проиграл да ну скорее всего тогда финал будет у нас люцифер с кэшем и мы посмотрим на менее психованного орка миха мистер робот говорит о пачке пацаны макер варка 3 широкоформат кто бы мог подумать прикинь варкрафт широкоформат ну сражение идет опять же я не приверженец того чтобы люцифер здесь сражался но он уже окончательно осмелел у него еще гульки подошли как подошли так и ушли волки хорошо кстати орудуют плюс свиток есть свиток про пошел он может здесь еще папа сражаться кодой молодой приходит финда недоконтраливает корейчик лич и телепорт выкапываемся улетаем еле-еле лич улетел вообще 38 лимита между прочим на 45 ты говори каким-то чудом из чего сражение выигрывает хорош я вспомнил один из вцг когда только-только начали появляться широкоформатные мониторы а samsung же спонсировал вцг изначально этой его идеи как бы они собственно ее и завершили и реально проблема была на финалах вцгшных чтобы на этих широкоформатных мониторах сделать квадратный варкрафт а сейчас мы смотрим как бы вы понимаете ну на самом деле в любом случае надо делать квадратный даже на широкоформатных потому что просто но но смысл в такой растянутой картинке все все привыкли на квадрате играть без 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 этого вот если игра не поддерживает нормальный широкоформат то почему все эти растягивания извращения тогда прям проблема была опоздал на начало говорит алекс план бы план би но тут уже было несколько моментов интересных во-первых первый полуфинала закончился это вторая игра второго полуфинала пока что идет люцифер но не стоит списывается счет что это это типа саплай блок и нам нужно срочно построить рабочие с нами по соответственно кем строить все срочно срочно здесь прямо логово у нас будет какой же он псих нестандартное решение опа может крип джекнуть правда эликсир возрождения не самый полезный конечно предмет здесь мог быть свиток возрождение свиток восстанавливает не сильно меньше чем эликсир только у всех как бы тут 500 200 а там 300 150 если я правильно помню то есть баланс предмет одного уровня между прочим так ну что мы 50 лимит у нас два раба застройка да нет леса у нас к сожалению сокол это очень верно подмечает опа и штучка . ловим дистра хорошо хэдхантер у нас есть на нас сразу начинают не хэдхантеров убивать одного дестройера успевает убить не ест кодоим ест кодоим тролль еще выщелкивает тролля лечить крайне сложно еще дестра минус тролль и вот последний кстати дестройер 43 39 нас больше лич 3 окружая дестройера начинают лечить просто лечить своих всех рейдер молодец старается рестор пошел как же он лечит просто но против фокуса массовое лечение не такое эффективное плюс финды еще закапываются плюс мана заканчивается ау деки 250 а он кайлы может кидать опа чайник то ой сейчас лечали ой форсира форсира спасаем не визжим спокойно уличия маны на новую нет тингер кстати помогает еще по дистрам он же по воздуху атакует тактика красиво и тп чтобы форсира чисто не потерять что у нас там 42 на 31 но косари на руках мажорненько но к сожалению большинство юнитов требует леса поэтому не он он реально молодец он старается прям классно против хорошего топового корейского андеда безумными стратегиями он живет столько сколько ни один из нас нормальными стратегиями не продержался ну кроме сокола ну то есть из на из нас имеется ввиду и слушатели ну и хавка и то не факт я считаю вот а он реально живет удивляет нестандартные герои нестандартные юниты нестандартно мыслят оп оп ай плохо тут начинает битва потому что юниты медленно подходят начинаем лечить ловим дистра высшатываем тележку на теряем гранта теряем теряем рейдера леча пытаемся на него у инвул собака не честно два крита от волков эти закапываются гады просветка идет падает хэдхантер ли четвертый не 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 тут опять нужно вспоминать тактику братка потому что она скоро пригодится уже к сожалению а дк кстати без без телепорта если б раньше кстати увидел это может быть и можно было и и дк убрать там инвул конечно передавался все дела два героя остаются до конца гейминг устраивает великая стена а че не коил че жалко что ли тиме хобору такой что ну ладно люц наверно тролля хочет купить берсерка но при такой прокачки героев уже уже сложновато что-то сделать потому что до тролля берет ну что койл новый тролль выходит просто койл новый сюда напрашивается чтобы сбить ну просто сбивает ну или тролля или хэдхантера вот хэдхантера полетел не добил алхимик лечит оп койл оп минус рейдер и в дк тыкает тыкает в дк дк спокойно откачивает пока что надо от улича взять инвул он просто уходит пока там лич отстреливается неплохо подрезает сейчас будет еще одна сеточка можно зайти купить инвул но тут гнолы недобро смотрят как бы чего не вышло можно новый форсир например вжухнуть сейчас уже или тролля опять же вот сюда вот кучу нового ну нет так нет вот в тролля отлично падает детство приходит дк сразу койл в дистра инвул как раз можно перед гг 2-0 люцифер выигрывает и финал третьей квалификации это снова орг нандет еще раз отмечу отсутствие эльфа в полуфиналах имба не иначе будут играть кэш и люцифер посмотрим шейтан привет говорит ты побрелся и будто снова с вами навигатор игрового мира и завтра подстригусь вообще будет непонятно что хуманов тоже нет ну хуманов нет потому что кто-то кто-то регу не подтвердил миски привет мое почтение ты поставил смайлик кота шерлока мне как раз еще с трансляции не убрана шляпы это шерлоковская был ивент от близов кажется кажется с релизом овервотча года три четыре назад как раз он был в лондоне я добрался таки до бейкер стрит и жена попросила шапку купить вы почтение какая следующая игра на прохождение я засматриваюсь на еще в год для того чтобы прям вот серию баннер сага да ну правда там еще третья часть выйдет говорят в 24 июля сейчас нас будет небольшая пауза можно сходить взять чеку не знаю чего не там налить попить потому что они черкать карты будут и в любом случае у нас с вами есть какое-то время до начала финальной серии поэтому пофудим общаемся летом до летом говорят 24 июля или июня кажется ля все-таки я не или периодически путаю выходит анонсированный релиз 3 баннер саги но до этого времени есть приличное количество такое папа времени можно попробовать пройти игру с очень хорошими оценками в том же самом стиле нос от наших товарищей помнишь ли ты свою страту маску нет не помню такого то что миша ты старик не играешь уже нет уже нет а уже они черканули fin 1 часе хотя там на самом деле учитывая бы 5 и там 7 карт черкнули по одной под по 2 штучки или там 9 карт не знаю сколько и все уже играем говорят еще будет слабая нератив не тот а я слышал другое что там тоже хорошие оценки и ну короче я подожду когда брат мне хочет поиграть больше в год я подожду от него отзывов шитом я уже много раз рассказывал про это можно записях или кого-то другого спросить прямо четенько для студент это были дикие деньги просто дикий когда-то на 3000 в месяц живешь эти завод дает столько это было классно сколопе скола скоро пиларсы 2 выходит я посмотрел на самом деле на ю тубе записи пиларсов и ну тир они даже там особо не смотрел пиларсы все-таки нишевая игра ее мало смотрят я посмотрю если мне самому прям очень понравится вторую часть можно будет пройти а так игра конечно на аудиторию которая старенькая которая воспитана балдурсами и свиндейлами на винтерами роллер 222 горит давно тебя смотрю передает привет мне будет очень приятно роллер 222 с удовольствием передаете привет кстати друзья на следующей неделе мы уезжаем все скопом в москву тут половина товарищей из офиса гудгеймовского потому что там у нас будет стенд стримфест пройдет 21 апреля в москве в инополисе можно посмотреть по адресу стримфест там будет много разных активностей там будет много разных стримеров стримеров можно посмотреть на нашем маленьком скромненьком стендике который нарисовал оформил савелий да что я говорю классном мега стенде будет сразу несколько активности во первых мы к стримфесту готовим обновление для приложения андроидов ского релизим наконец приложение для айфона к мкл готовим массу изменений личной галереи наконец-то вернуться на сайте можно будет папа ностальгировать решили сделаем тему с логином через twitch и возможно успеем сделать миграцию ну ну избранного свеча для того чтобы можно было найти тех стримеров которые посмотрите там у нас ну в общем там будет мкл в одном из лектори я с удовольствием пообщаюсь с теми кто сможет прийти на стримфест буду точно на открытой панели вместе с другими замечательными гостями тоже можете на стримфесте посмотреть на сайте что там будет и выяснилось сегодня что там будет еще шумач по pubg и кажется мы с вместе с саббером с кажется макатау товарищ известный со стасом давыдовым это те товарищи которые подтвердили уже насколько понимаю участие будем зарубаться в pubg вот поэтому надо будет потрениться вот от фибоначо привет а а на стенде кстати мы делаем 300 штук плакатиков вы кстати за них проголосовали в понедельник не забыть заказать напомнить заказать по 100 штук там три разных макета будем просто раздавать классный плакат у нас в офисе тоже висят можно повесить себя дома на память если вы премиум стример мы выдадим вам футболку и вроде как успеваем даже сделать коврики ковриков тоже 100 штук с двумя разными макетами работой гладь и ну короче тряпки хорошие ковры тряпичные первые первые пробные партии делай к сожалению не футболочки не ковры сторонним зрителям мы не сможем выделить что это пробные партии это только для премиум стримеров но мы это делаем в том числе для того чтобы проверить там и типографию и там тем кто занимаются этими вещами по нанесению по изготовлению и начать уже убедившись в том что все хорошо начать уже собирать предзаказы на самый разный мерч на что нас давно просят как раз вот ходовые вещи футболочки кружечки макетов много хороших савели там нарисовал наготовил вот ну и во время стримфеста пока тут я еще не началось ничего такого основательного пока не забыл будет действовать тема что если вы залогинитесь через любой из мобильных приложений для android или для iphone или для ipad или неважно ли далее далее то вам выделиться общая подписка на все каналы на месяц на гг поэтому готовьтесь запасайтесь и заходите логиньтесь проверяйте что будет глобальный апдейт и нам хотелось бы поделиться с вами этими обновлениями в мобильных приложениях что-то еще забыл а ну и там на стримфесте будут будет снят с викторины хаесовской в которой там и хапа и адвер и другие хайсеры знаменитые будут принимать участие художницы будут на на стенде рисовать что-то там активность какие-то проявлять и на четвертой последней грани мы будем гостей при приводить на интервью в прямом эфире трансляция будет оттуда идти самые разные стримеры кого удастся выцепить усадить и поговорить будут там появляться вот короче 21 числа это суббота будет движуха если не удастся посетить в москве заходить просто на сайт будет стрим будет много стримов я уверен потому что много стримов стримеров туда едет и будет оттуда контент пилить косплеерши будут ну наверняка я не могу обещать за косплеерш всех так давайте сейчас по игре я увидел что кэш разбивал сейчас с entry ward это грамотная тема проконтролировал просветил и убил так два битых скелета ой опять спалился где поставил вард и скелетов можно по папа пара или не стоит полиции интересно добивая скелетов наверно нет стоит спокойно подойти просветить не знаю не он не понял ступили в бой но это косяк потому что вард ставился в его присутствии и он должен был и слышать и видеть куда поворачивался героев кажется при установке варда герой поворачивается в эту сторону поэтому это косяк ну ладно жалко но тем не менее прикачу из костромы ради такого говорит просто были вот отлично прикатываетесь там билет кажется косарик стоит то есть там вход не бесплатный но но такое событие 1 году можете посмотреть что было в прошлом там нарезочка видео все дела войска вступили в бой или там два типа билет один типа с полный с посещением всяких викториев и прочее один упрощенный пост посмотрите на сайте я не уверен точно что по стоимости поэтому меня туда бесплатно пустят это я знаю точно а уже 1200 подняли уже был косарик точно или может это полный билет 1200 короче ладно друзья я не буду вас дезинформировать лучше зайдите нас там streamfest.ru или там в поисковике streamfest и пишите и посмотрите там подробности давайте просто не хочу отвлекаться уже от игры тут контакт как не посмотрю в чат там уже после инфы о фестивале вопрос о нем приходит blade вот ну опа стырил когти не стырил когти блин а было была возможность стырить потому что люцифер допустил ошибку он кинул coil чуть раньше чем нужно с одной стороны coil это 100 дамага в лицо да у огра там 5 уровень на него не действует резисты ну то есть он как бы не сопротивляется ничему нормально все то есть 100 в лицо бах у блайда такого урона даже с виндвока нет ну с 1 виндвок имеется ввиду кажется да там чуть меньше сотни там 50 плюс свой обычный урон наносит вот то есть ты просто бах и убил но он кинул койлы раньше времени возможно эта тема с пингом влияет то есть он не знаю слишком хороший пинг недооценил его люцифер и кинул слишком рано то есть думал что будет задержка получилось что перебор 3 левел адыки когти надо передавать конечно лечу лечером джо вылечь лечь молодец передает только если скриптом повезет я понял а там 40 они 50 у него на первом до 40 70 100 нужно на этих доп урона так опасный момент ой-ой-ой поджал 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 деку хекс рановат хекс рановато или успеет ой бутылку передал хорош рановато был хекс кин к сожалению я черт его знает грамотно ну кэш ведь контролит хорошо гранта подсейвил крипджет ну хорошо подрезает еще тут пытается еще одного финда но дк там перехочковые закидывает боится подходить потому что не дай бог еще еще словит какой-нибудь хекс и будет рядом с блэйд мастером потом проблем не оберешься живым можно не уйти оттуда хотя ты уже мертв ха-ха шутка про андедов 37 лимитом надо крепится 37 аналогично рейт на т3 доделывается тем временем через один бестиарий мы тут играем на саха 1 блэйд хорош бутылка ему всяко пригодится разбежались разбежались старая добрая андедовская шутка да книга мудрости сахе конечно надо ее брать саха кажется это ошибка природы что он родился агильщиком что не тут нога нарисована он единственный такой агильный герой войска вступили огульные его агильным сделали просто так таурен третьим героем там бетончик и кодой молодой с грейдом на хорошую музыку 20 процентов еще никому не помешало если конечно это не базовая ставка цб ладно не будем о плохом ребят выпадает хороший камень маны хороший камень маны войска вступили в бой и реген и выжить можно когда приспичит тут неплохо кэш ловит угро командира фэрлорд вроде тоже что фэрлорд тоже выбивается огненный плащ таурену скорее потому что он должен врываться в самую толпу и должен топать и если у него это получится некоторое время люди будут гореть вокруг дополнительно но он взял нет не передал он рискует хотя просветки ничего рискует рейнджер к третьим героем тут хорошие новости у кэша бутылек эликсир маны кодой пока с музыкой плохой молодой вот но и делается ему второй барабан опасно так бегать конечно поймаешь сайланс не вовремя потом не убежишь оттуда без виндока вампире из выпал мое уважение нужен 3 2 для того чтобы нормально сражаться 32 я бы даже сказал 3 2 2 а нет 3 3 2 вступили в бой медицинский трактат 2 овцы и андет который ошивается рядом вот эту точку надо собирать срочно прям срочно присрочно без третьего уровня это не то ну быстро быстро куда почему и он надеется сразу кого-то от отрезать они вам троллей хочет убить ну вот фиг знает берсерки появляются хорошо когда и хорош тут контролем тут троллей надо забрать надо 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 а потом уже можно агрессивно себя вести хватит xp психи выманивает гад арба блэйда есть прекрасно свет камера мотор блэйд ловит хорошо ловит ох даже не хочется замазочка не ну нельзя нельзя так просто оставлять а что выпало а еще ничего не выпало ну труба легиона ну ладно труба легиона не страшно а вот орку конечно эта труба пригодилась бы сильным понеслась tauren silence не может ничего сделать не топнуть не не сказать ничего отступил ну подрезал финда отступил нормально неплохо же можно сражаться большие вижу влетает блэйд начинает нарезать тележечка стоп на деку извините на деку стомп у hinaus телепорт фокус по блейду падает надо уводить блэйда конечно же надо уводить блэйда а инвал передали не надо уводить блэйда хорошо сейчас еще отпустят сало не не отпустит сало опасно ой как Korean nove в рейдер минус рейдер ну на развороте то мы будем мочить козлов не знаю почему не мочит ситуация классная сахар отличный сейчас подрежут еще одного берсерка не надо хилл и разворотик не не могу не могу понять лимиту у него меньше по героям все хорошо реген пошел инвул конечно надо приобрести как же быть вот не хочется андеда вообще не давать понимаете не 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 никакого никакой лишний xp ему нельзя давать тп нету ну так у него давно его нет не мешало ему там сражаться видимо да он боялся нюка просто несмотря на хилл там могло залететь 22 там же уже да там лично 2 новый это больно я согласен что больно там взял инвул и скелет контролирует мурлоков повелитель мурлоков неплохо ой 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 инфу донес и уже как бы и не можешь ты нормально взять и закрепить эту точку ну то есть можешь если ты как бы отчаянный но наверное не стоит на или сфер подходит проверяет рейдер куда же ты до контроль до контроль внимательно не внимательно проверяет базу проверять еще базу я а он пойдет крепитесь у него тпс может рисковать да ладно серьезно ну давай 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 подходим 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 подрезать он уже практически окупила тут уже четырех мурлоков подрезал считать он еще успеет да зря там конечно кэш дает возможность подрезается большие стомб хороший на 3 4 юнитов пошел берсер я не знаю зачем здесь сражается вне лимита люцифер но ладно сейчас сажать сажрал одного финда второго второго жри жри второго смотри вкусный финк какой минус берсерк давай кодой иди нет не успел еще следующий финт ну следующий финт там нарезает хорошо in wool и стомб блэйд нарезает 120 урона подрезает обсидианку отлично и кодов начинает убивать и развалился короче каким-то макаром кэш вот каким непонятно но кодой падают турент делает стомб последний по мани минус блэйд не я не понимаю вообще этой игры может не без фуфа то есть нападаем с плюс 10 начало прекрасное убиваем большие съедаем паука подрезаем подрезаем убиваем финда еще одного может из-за второго сайланса может быть там в салим это очень долго сидели грейли не посмотрел до грейдену было глянуть а ты помнишь дым как 2014 не не помню а три грейдена атаку вода вот вообще из 50 лимита не выходил вот он вместо того чтобы делать эти плюс 10 лимита видимо и видимо вкладывался хиракил скилл ухо почему с хиракил герои уже умер тогда когда все было понятно первый герой быть мастеровский умер уже тогда когда орк уже начал отступать у нее не было нормального лимит это типичная аналитика от экспертов в чатике если там герой умер в начале сражения другой вопрос ну как бы очень странно упрекать орков или андеда в том что кто-то из них хиракилит они все хиракилят если есть такая опция и как бы у всех есть такая возможность и есть возможность этого избежать бери бутылки бери инволы бери свитки и там делай как угодно хоть дирижабль там покупай если если умеешь контролить но написать хиракил скил ухо когда скилата у самого блин нет и вообще не в тему короче хватит 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 бездумные вещи писать финал бы по 5 и аналитика от макера не понимаю как случилось да да я не понял как это произошло но сначала сражение было классно исходные данные были классные но потом как-то кто победил happy платит и внимательнее здесь смотри за игру все уже показан а там обновляют нас еще да и спасибо большое помощником это жесткий фокус был улице фера но если там действительно было 33 атаки с лечевской арбой это конечно дикий просто дикий фокус я еще не смотрел какие апгрейды орка скотина пишет у него никнейм такой все нормально пфа будет потом я обещал с другой стороны я обещал и поэтому на город напали инфа не сто процентов вдруг сейчас ворвется в конце соколик скажет михаил я не хочу играть по фа 2 на 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 12 раз сказал вот давай лучше пойдем пабджи играть ну я человек простой что сокол скажет то и делаем вот и все знаем мы обещание демократии на этом стриме забаньте пожалуйста все черепов он дело говорит нам такие не нужны спасибо значит отлично пальто прям с низкой задержкой до смотришь стрим кайф да вы кстати можете включить низкую задержку на трансляции это классная фишка да ну уже видели много раз заходите логинитесь потом бета профиль там где ваш никнейм бета профиль и ставите галочку низкая задержка две секунды полторы две иногда две с половиной в зависимости от вашего интернета там буфер повышается вот и все и вы вообще-то практически в прямом эфире сложно говорится до цену там под тридцатника же должно быть все никак не разберется высоко уже поздно понимаю понимаю и ну как-то там три или четыре тысячи уже разобрались и включили эту опцию больше прохлада от сокола на самом деле я хочу поиграть в фашечку 2 на 2 на 2 на 2 блин нет не надо остановись потому что он широкоформатно это же насколько там на 40 процентов больше возможности будет для контроля а если серьезно то контролить непривычно потому что но это зоны плохо используется да обычно не достаешь стала все более мелкая и профессиональные игроки скобочка хавка еще в скобочках нет говорили в интервью что сложнее микрит стала наоборот поэтому надо попробовать вдруг получится кого я обманываю главное себя не обманывать пацаны то простят ладно в это время вроде притер перетираются потихонечку пытаются подрезать нейтралов картам 24 игрока уже есть если кто-то из пацанов кто может захостить карту и у них есть карта карты с на форуме можно скачать готовьтесь ой опасно ну не не убить здесь как опять второй раз люцифер блин слишком рано кидает кайл но конечно не пользуется подарком судьбы рунные браслеты тем временем ну не тем временем а я пропустил этот момент он выбил изначально рунные браслеты и это очень полезный предмет наверное самый полезный предмет из всех возможных в таком мачапе для блэк мастера потому что ну конечно ботинки хороши но рунные браслеты ты не купишь а ботинки купить можно исходя из этой логики конечно рунные прекрасно снижают эффективность вражеские заклинания на 33 процента войска вступили в бой каждый стратегии здесь будет та же самая бестяре играть на т3 и саха готовится к выходу скажи как стакаются браслетики я на секунду задумался но кажется 33 процента вычитаются не из оставшихся 70 а из общей суммы то есть вот остается 70 еще с них 3 выщелкивается то есть получается приблизительно приблизительно общий урон сокращается чуть больше чем в два раза то есть койл тебя прилетает не на 200 как по юниту а на 95 то есть не 140 а вот на треть меньше ну точно просто если бы минусовалась с с учетом базового резиста 30 процентов то это было вообще имба потому что ну ну 27 процентов бы нам оставалось там в хвосте и сколько там получается 27 30 все равно очень все равно очень мало об ней мужика на гг донат не озвучивается сейчас секундочку я попробую попробую в это время важный важный момент блокирует прекрасно люцифер приходит этой игры может стоит общим да это гг с их у теряет ну как гг из колоссальные потери минус саха минус 2 гранта я бы вышел до гг пишет кэш и это 2-0 ну зато сейчас донаты посмотрим ёппер ст как он крип джекнул как царь добью до алмаза говорит зер не стакаются же вроде браслета браслеты не стакаются просто я говорю про базовые резисты в 30 процентов геройских же есть 32 и 4 со 2 койла влетает бда с браслетом спасибо вот это похоже лал вася удаляй пишет ники ну известный известный профессиональный игрок чемпион ники 12 гроза battle на этом до свидания приглашаем тебя на четвертой квалификации приходи покажу я с удовольствием комментирую твои игры ну бас если дойдешь до полуфиналу 100 баксов 100 баксов тебе дополнительной мотивации дойдешь до полуфинала 100 баксов тебе выплачу из своих и скромных ники 12 регистрируйся никому не достается денег на квалификациях никому просто квота на на финал но тебе персонально соточка если дойдешь до полуфинала как меня вот всегда радовали вот такие вот люди которые знаете сидят удаляй о боже как он играет ёпресы ты это из серии мужиков которые кричат на телевизор да ну вот который который умеет играть в отличие от наших футболистов только это новое уже новое поколение те кричали на телевизор кричат на телевизор эти кричат в монитор но нубасы что те и те ничего не меняется вообще сейчас условный мун наказать не реки книги 12 да и я вполне серьезно как бы если если ты действительно я считаю что товарищи которые играют они вот такие вот ну базы но приди покажи вот дополнительной мотивации я думаю мы будем только рады посмотреть за игрой нормального пацана почему 12 слотов в лобби в лобби 24 слота это одно из нововведений патч 129 не знают но видимо надо периодически повторять нововведение широкоформат вы обратите внимание что варкафт уже не квадратный я пожалел чуть-чуть потому что пришлось чатик убирать с видного места в угол пока оверлея нет вот но зато смотрите какая красота full hd разворачиваешь на свою плазму на проекторы там у кого-то проекторы на на всю стену 60 fps шикарно картинка загляденье ничего не тормозит вот и теперь в игру пускают до 24 человек это позволяет во первых больше места для псов место для псов на крупных турнирах очень часто не хватало крупные турниры по варка в 2018 году бывают тем не менее и устраивать зарубы на 24 человека например в фа что мы сегодня планируем сделать но не факт что сделаем графон горит мало графон варкафте кстати в этом плане в отличие от первого старкрафта он не так сильно устарел на мой взгляд но естественно это вещи такие субъективные кому-то графики кому-то графики в стратегии не хватает не ну это ерунду конечно и говорю стратегия жанра такой где механика внутренняя продуманность сама вот суть игры она важнее чем графическая составляющая поэтому на мой взгляд он даже чем-то лучше современной графики ну это во многом вкусовщины естественно понятно что дело что игре который 16 лет приблизительно она немножко проигрывает по полигонам чуть-чуть сейчас мы может гранта посмотрим и в гарантии нормально полигонов он смотрите все отличный графон я еще не на максималках играю потому что уложить или поставил не думал что так перчатки скорости взял но вроде тянет нормально можно потом подкрутить еще получше сделать текстурки или сглаживание там фильтрацию тени меня тянем не на максимум приходит кэш подрезает у него очень такая слабая позиция в плане что поддержал ваш конструкции сообщает я что-то пропустил похоже что свои такое чувство будто что-то изменилось не ничего не поменялось все то же самое овец убивают дк с виндами блэйд мастер режет ничего нового тяжело просто будет очень тяжело с 02 выруливать особенно после такой полухалявные победы на прошлой карте с люцифер может вести себя и просто нагло по-хамски потому что не такой запас колоссальный по по ручности он накрепится идет более-менее так аркадненько у эльфов научился не иначе набила целебное зелье взял почему не выходит выходит второй левел получил почему на гаганец маленького варкафта хороший вопрос кстати у нас кстати не так давно по многочисленным просьбам одного стримера фон бича были добавлены еще кастомные смайлы донатеров так что если вы поддерживаете каких-то стримеров то у них сейчас уже должна появиться возможность загружать специальные смайлы только для вас специально для вас поэтому требуйте требуйте со стримеров кастомных смайлов дополнительных поддержал ваш канал на 100 рублей так ну и матга ну что так долго ты пишешь все за наезд я тут сижу так так и не могут элементарно правильные кнопки нажимать или ногами мячик в ворота запинать просто играть пьяным не этично ну конечно да всех победил всех победил хорошо пока что в игре у нас особо ничего не происходит то есть оба получили по второму уровню единственное что наверное по удачнее . было закрепленного андеда не полностью но тем не менее предметы он получил большой бутылок жизни он как бы гарантирует деке какую-то защиту от хиракила вот и мага будь будь просто лаконичнее краткость сестра все видишь я даже не договорил эту пословицу чтобы проиллюстрировать тебе точнее вот просто чтобы не отвлекать пацанов мы же все-таки в 2018 году живем тут надо чтобы емко все было хлестка лаконичный лаконичный тебя получится так добивает сейчас нейтралов люци райдер ну ёшки матрешки понеслась поддержал ваш канал на 100 рублей сообщил я кстати согласен с предыдущим оратором я бы быстренько тут всех накернил в эту старинную игру если бы мне стрела в колено не попала мы легли его подписался на при молекулу почти правильно за это самое произнесли сейчас блэйд в это время под подрезал голубого огра выбил из него предмет а саха одновременно с этим закрепил полноценно монстриков на на своей базе пока что все ровненько 39 каш не отходит от своего плана на самом деле ничего плохого в этом плане не вижу то есть он первую игру провел хорошо с исключением последнего сражения но что там произошло как бы это надо анализировать пересматривать замедленные съемки фотофиниш устраивать но и коль подписаться на 3 ой какой лес не неудобный под под занавес мак накину хотя хорошо хоть накинул на саху а он всегда накидывает на рейнджовых если рядом с ними стоит двое это обычных так что это не совпадение вот и люци просто приходит в агрессию типа ты т3 а я т2 и вот у меня смотри сколько финдов и я твои борусы шатал со скелетами класс здравствуйте даже без околитов он просто пушит до появления бетона тайминг жуткий арбу покупает перчаток скорости сколько как нарезает как нарезает нарезает тыкв лича тыкв лича ну тык хекс хороший минус лич минус лич хорошо вот если лича нет то уже хорошо на изговорит сокол тут тоже заценил по пошли зигурат и блэй получать третий левел неплохо закапываются паразиты финды подконтраливает хорошо гранта 1 гранта 2 недоконтраливает плохо критулечка сеточка минус финт гг пишет плюс и один вот тут имба хиракил ну то есть хиракил реально зарешал потому что лич мог бы долго танковать по третьим декой с там с двумя с тремя еще оставшимися кайлами это классно варчрафт всем варчрафт пацаны чем андер всем еще раз добрый вечер друзья у нас третий квалификации раз брейн капа еще раз благодарим кирилла за предоставленный жир нючий призовой фонд в 180 тысяч рублей половина из него идет на первый сезон мы с вами на самом деле благодаря вот такому меценатству русбрейна обречены где-то в течение еще полугода каждое воскресенье смотреть варкрафт это какая-то каторга просто нет не то что мне как бы сложно комментировать варкрафт хотя признаться я уже старый видите пропускаю сражение но это просто каждую неделю каждую неделю каждое выходное воскресенье вы просто вдумайтесь вдумались вот я тоже задумался вот джук русбрейна ладно хорошо и турнир отличный квалификации на которых с одной стороны нет приза но это сделано для того чтобы финалисты не скипнули финал то есть чтобы они о этом говорят что при значили сейчас посмотри дропы от меня такое бывает у меня нет от меня дропов нет фризы жесть о как раз мантичат отписался отписался скоро нормализуется друзьям нас слишком много видимо но скорее всего это не за количество зрителей на гг-плеерах сегодня ильдар рассказывал что с утреца опять турки приходили со своим футболом поэтому а баскетболисты все нормально скоро нормализируется сейчас забанят несколько тысяч баскетболистов и все будет хорошо вот так я хотел рассказать напомнить еще раз про формат мероприятия для того чтобы ну не хочется естественно бухать такой призовой фонд сразу в турнир который пройдет в один-два дня поэтому отборочные соревнования которые 8 квалификации которые определят 8 финалистов ну так упрощенно говоря и эти восемь человек будут сражаться собственно за главный призовой фонд в гарантированно 90 тысяч рублей плюс те средства которые еще добровольно зрители могут пожертвовать призовой фонд учитывая то что у нас есть такая турнирная система замечательная с краудфаундингом вот все места финале призовые то есть гарантированно если ты приходи проходишь финал ты уже какую-то денежку получаешь просто не сразу на квалификации а именно приходя на финал ну чтобы не было такого что ой я на финале не выиграю зачем мне приходить если там всего там три или четыре призовых места лучше я вот квали сыграю потом на финал не приду зачем такие вещи суде решили что для хорошей явки для того чтобы не было пустых слотов весь приз в финальной части отпустила вроде то там на связи уже все все в порядке не переживайте мы ничего глобально не пропустим просто то турки то нет китайцы китайцев давно уже не было турки кажется последнее время турецкие футболисты баскетболисты знаменитые приходят и окольными путями стримы пилят какое-то время там месяц назад мы вообще в топ топ-1 у нас сайт был по статистике по лайф интернетской правда половина народа была из китая а так как бы нас даже перенесли в другую рубрику из снг в китай потому что потому что китайцы китайцев много опасный момент вот сейчас не дай бог опять люцифер про зафейлит с с койлом и не дает китайцы они такие да 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 они прям прям ух сейчас повторюсь последнее время что китайцев нет я даже немножко скучаю ну ничего пытается ну смотрите здесь ситуация какая блэд мастеру хочется добить этого голубого огра правильно правильно ботинки потенциально могут выпасть дк опять же рядышком крутится то есть если не ты-то то он уходит виндвок было это сейчас уже потратил частично ману окружить можно подблочь подблочь хорошо ой хорошо ой хорошо грант прям как серьезно понаносил урон сапоги щас будут куплены и можно окончательно деку спровадить отсюда ботинки куплены может сер клетку вторую не сер клетка вкд уже жжж финт да а опять блок попытка но совсем чуть-чуть подблочил дк мега битый грант пытается подрезать срезать путь дк без ой и крупник крупный план крупный план и но 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 а чуть-чуть а можно было реально его развести на телепорт может виндок а там не рубка там уже не не зайти надо пользоваться случаем и пытаться добить пока грант там дает инфу все равно рискованно ух ты какая грязь кольцо плюс 3 защиты блэйд еле еле уходит там уже светит на всякий случай гранты тоже несколько ударов провели парочку по герою парочку по финду неплохое начало конечно с предметом не повезло это 200 голды всего лишь выпали когти этом плюс 9 не знаю пилю в бой всяко было бы лучше 0 амулет жизни амулет маны и выжим правдом также бы продал ну хотя когти сейчас уже не так эффективно работают на блэйда потому что ну вы помните они на ней они не аффектят множитель крита опеку у люцифера уже где-то не знаю 5 кайл 5 кайл идет не фатальный добил молодец то есть он вот прям оставляет миллиметрик там пхп при этом он стремится добить кайлом но у него не получается это 50 на 50 вероятность конечно неплохая но все равно когтины бэми теперь не решает если мы почти делали дамаг открытов не скелет ну почему у него же обычная так от атака осталось правильным скорость атаки у него по-прежнему такая же если бы не решала когти продавали просто ну зачем они нужны не решает же войска вступили в бой получил когти плюс 9 ну продал его как кольцо такого все равно нет может хп бар изменился ну добавился еще монобар как глазастые зрители некоторые могли бы заметить у грантов вы не видите монобар но это не случайно ними снова конечно сегодня не было ждем и специально dnd даже не не ставлю потому что ну потому что как бы не ладно поставлю за выдавая в т.ф. почему 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 я не пойму он опять не добивает койлом что что это войска вступили в бой мясной конь традиции да да он как индейка жарить его и жрать так что выпало амулет амулет жизнь я не пойму вот реально не пойму вот этот мув аура вампиризма выпало правда она не помогла в первой катке проверяет люци сейчас скелетиком нычка не нычка на т2 а там т3 кэш уже какой игрую стандартно войска вступили в бой это мета такая чтобы не рандомить накрыты было дан но реакции нужно мета такая а так ну то есть но теперь все равно койлом нужно добивать правильно или ты должен типа не добивать кайлом спецом а ее опасный момент удар гол минус саха ой-ой-ой-ой-ой экстремальный криппинг для саха он окончился конечно не очень хорошо ну блэйд конечно рядом у него маны есть он подрезать может там просветки нет ну алло добил стырил не подлечился андет ну но войска вступили в бой да он даже не попытался большого бамбра добить не добить не стырить артефакт там кажется был там of experience боевые барабаны орков он просто стоял в стороне виндуоки смотрел на это делал не ну это как это что-то что-то ужасно ужасно идет игра дать окей войска вступили в бой да и лютс пошел ловить нас не он просто выманиваю черепах он на красную точку пойдет после этого сразу же он понимает что у него темп хороший очень и можно мешать просветка хорошая что точка сбора то на блэйде но переставьте ее уже ну сколько можно кодой на на этих над черепахах сдох ну у него умер саха и он переставил точку сбора видимо на блэйда точка сбора обычно идет ну блэйд как бы вдали от армии и точка сбора идет на второго на третьего героя на ску в частности ну как бы чтобы не было таких казуса что кодой там прибегает нет все они слава богу и крип из магазина прибежали еле-еле выживает берс все очень плохо и подходит андет на красную не добивает кстати но предмет не очень хороший все крайне красные крайне красный надо обходить сзади типа пытаться крип джекать ну то есть лучше позиции здесь не будет а там уже арба не он бросает и идет крепится дальше черепах андет спокойно собирает остатки красной точки остатки сладкий тут больше всего xp плюс лечится еще всеми эликсир маны тем не менее выпадает сахе но он не третий ему это маны надо собирать еще одних черепах возможно даже затягивать чтобы хоть как-то нейтрализовать вот это вот легкое отставание один грейд на атаку сейчас надо посмотреть на 2 доделывается а тут по нулям у нас да вообще грейда видимо не практикуем и лимит практикуем ну тут тоже ведь мелочи такие кодой потанковал молодой на на полтысячи три не три можно было отвести получить 3 3 но мы почему-то не не расторопные кодой еще один выходит это не тп мы все равно магазин отдаем запрыгиваем бороса на позицию ладно тут люци уже готов оп подходим сзади перегруппировался бит и n достаточно саха с одним только бутыль ком понеслась сайланс прекрасный тут же в то у рена как контролят люция минус 2 рейдера от контроля от кодой а таурен 3 на скелете несчастным тележкам сейчас еще один сайланс ой койл ново блэйдану блэйт энвул успел поражать стом стом крит хороший давай хекс хекс давай ее вот она скилуха поперла поперла скилуха ой блэйдан можно нет бутылка да 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 слушайте я знаю как побеждать короче кэшу минус ой финт хрена с 2 тут кто уйдет большой инвул ну лишь без без фил кекси вот это скилл чистейший просто муа шикарно так закупка непонятно непонятно что делать он закопался его не видно он был здесь его не видно что делаем ждем в таверне выкупил деку деку в таверне выкупать будет лича но 33 лимита вот это да неужели это переворот будет 0 2 проигрывали сейчас 1 2 и в четвертом матче this time he picked level 2 aura and died говорит сокол а видимо в прошлый раз у нас был этот death pact на деке да вот это да войска вступили в бой может быть кэш подрубил как раз педали вот эти знаменитые орковские которые сетка хекс левая и правая ставит сразу же третью базу с бетоном скелет тут же чекает интересно вот у тех людей которые играют за андеда сейчас сильно горит нет я без иронии считаю что он сделал в той ситуации просто максимально правильно то есть он сделал то что должен был иначе проиграл а то что андед не нерасторопный двух героев слил ну это же проблема андеда тут дело не в балансе нет не 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 кто предпоследний в цг выиграл кто вспомнит сильно горит ну в нубасы потому что опа скелеты пришли срочно чинить 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 ну 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 ееееееее грамотно войска вступили в бой ты это выиграл андед что ли ничего себе интересно окей хорошо спасибо не я просто думал что просто нет шанса в этом мэйчапе спасибо а там орки вообще были я не помню просто на вцг на том кажется не было сильных орков да ведь или он в финале играл с орком с каким-то нонеймом то ли лин то ли фокус нет я что-то путаю наверное не было да да не было такого опять напутал бывает ничего а флай ну флай что его помнит какой-то лучше китайский орк не нет не тот уровень так в этом время сейчас организуется атака с огромным количеством скелетов у нас диспала кстати нет атака на экспант и строится экспант у андеда кстати блин хочется и колется поехали поехали кэш врывается сайленс на таурена зачем я начинаю комментировать таким образом фокус хороший нова прекрасный минус рейдер но ловится промах стомп шикарнейший в самую кучу андедовских войск тоурен сразу отходит влево чтобы не словить еще сайленс берсерки такие плюс 50 процентов к скорости атаки или к дамагу не уж не помню кажется к атаке и тоурен снова лезет в бой что у 54 на 46 это больше тоурен снова пытается влететь ну нет на стомп нет нормального а не отстает посмотрите как а может хекс может хекс может лечат может лечат так начинаем подрезать четвертый тоурен начинает фокусить сайленс финда рейдера минусует Лич, лечи, лечи, леча, не можешь лечить леча, умри тогда, инвул, ой-ой-ой-ой, опасно, лично в последних хитах прожимает инвул и лечит леча, блин, зря ему сказал, но все еще есть возможность, декумис, ну, критуй, критуй, как никогда не критовал, вот эта скиллуха, опять поперла, поперла, не остановите ее, нету деки, нету и других героев, гг, 2-2, решающая пятая игра, отлично, спасибо кэшу за подаренную интригу, ну прям, вернул, веру, бобрам, в силу орков, орда победит, прекрасно, прекрасно, херакил просто, такой крест жирнючи ставит на все, и потом, ты там, хит эндранишь, контролишь, там, фрост арморчики, койл, там, закопал, туда-сюда, опа, нет деки, нет деки, нет ничего, класс, скилл, баланс, одно удовольствие на такое смотреть, какие быстрые игры, нифига себе быстрые, там, 60 лимита у того, андетт уже начал базу ставить, ничего себе быстрые, боже, как, оказывается, майкер от баланса бомбит, у меня, зря ты так, стримы, благодаря тебе открыл для себя варкрафт с новой стороны, до недавнего времени не знал, что есть киберспорт по варику, что? что? вдумайтесь сразу, до недавнего времени не знал, 2018 год, что есть киберспорт в варике слушай, посмотри, пожалуйста, на ютубе, по крайней мере, по вершкам, записи финалов ВЦГ, хотя бы последних хотя бы финалов, хотя бы последних вообще можно составить топ-топ игр, таких прям массишных массишных, надо поставить зрителя вот если так товарищ приходит, который о киберспорте ничего в варкрафте ну, может, там, дотку, там, смотрел старенькую, когда еще варкрафт, ну, на движке варкрафта было вот, и чтобы можно было дать список потому что то, что мы сейчас смотрим, это уже, как бы, последствия там такие бомбические игры были ну, потому что просто сейчас у нас вообще квалификация к онлайному турниру вот недавно был турнир Бризовский тоже, хороший, там, классные игры, разноплановые тоже с удовольствием можно посмотреть, пересмотреть их но варкрафт очень богат, а киберспортивные истории и столько было интересных баталий, столько эпичных игр сумасшедших абсолютно я даже не знаю, там, такие темы есть вспомните, как там Мун на корейских отборочных с попом играл помните, как он там переманивал против, против кого там, против Sky, не Sky отстраивал Архмага против Альянса, через Рейнджер поиграл какие там были дикие страты с застройками, как Крео на ВЦГ со Sky переворачивал с Демон Хантером, с Хантрессами как, так, так, так последний ВЦГ тоже, у Теда прекрасные игры были у Тиаши предпоследние а нет, самый последний там с эмоциями, со слезами самый последний ВЦГ классный да ну там помню, как Крео в Цегату, я против, а против Тоду переманил Варик, это же просто карта на развитие, нет? ну а несколько карт, научник все правильно на развитие или в расстройку, как еще, как выяснилось недавно, говорят в расстройку ну классическое вот это вот 10 минут не нападаем, развиваемся да-ра-да, это оно пятая решающая игра и сейчас плюс мораль естественно у Кэша он закомбетчил и сейчас от одной игры зависит, пройдет он финальную часть или не пройдет было бы, конечно, очень круто, если бы 3С, 3, я показываю если 3 СНГ-штык игрока, что-то мне сегодня, конечно, прет хорошо отдохнул 3СНГ-шных игрока несмотря на участие корейцев первыми попадут в финальную часть это прям обнадеживает что ты говоришь? а, да вот но это сложно, естественно ты еще про карту дота забыл не, ну, дота появилась это упрощенный варкафт у кого в варкафте не получалось контролить больше, чем одного героя те уходили в доту спасибо большое за поддержку ну, блин, просто огонь старый, добрый старый красота спасибо большое вот, я даже грешным делом одно время думал, что Blizzard специально пытались очистить варкафт от игроков низкого уровня не знаю, в чем причина там почему они играли плохо может времени мало, может развитие такое было у людей путем создания то есть они не они, типа, создали айсфрок вот но я думал, что это их план по очистке батлнета вот но, как выяснилось потом это не их был план просто кто-то кто-то сделал упрощенную версию игры вот ну и учитывая что особую популярность как правило набирают в первую очередь игры простые ага спасибо Мико большое я не уверен, что проконтролирую себя в этот момент это известная тема она проверена в большом количестве на большом количестве игр чем игра проще чем порог вхождения ниже тем больше будет в нее играть поэтому, собственно стратегии сложно моба для входа просто понятное дело что профессиональные игроки понятное дело что когда большое количество людей играет высокая конкуренция большие призовые и в топе конечно мега монстры но для большинства людей дотка конечно это упрощенная версия Варкрафта вот войска вступили в бой поэтому элита к чему это я все веду элита играет варкрафт ну или играла варкрафт блин ну вряд ли кто-то купится на такой такой откровенный байт хотя наверное переоценим опять же этих людей купились наверняка уже все хорошо элита е ты сейчас про танки ну хотел провести параллель с танками но там еще проще насколько я понимаю так давайте вернемся в игру потому что здесь уже вроде как пошел контакт у деки побольше экспы но наверное это не так не так страшно добили немножко побили ну тут очень много урона заходит в блайда три скелета три финда нехорошо войска вступили в бой 547 сборок вещей изучить конечно легкий порог это несложно вообще тем более там подсказки гайды тыкнул собрал все там вот для вас вообще уже ничего ничего не надо делать думать не надо тыкнул сделал тыкнул сделал тыкать надо уметь все больше ничего итог как бы такая вот скорость хорошо ты не шаришь самый ровный упрощенный версии доты но это уже совсем другая история нет ладно дотер не поймите неправильно я вас люблю вас и нет ладно все хватит успокоились не стоит сэха получает второй уровень хорошо появляется хекс но тут уже третий дк второй коил опасно уже можно пушить с лечом с форст армором опасно пока у нас тут грейд на т3 войска вступили в бой надо быть очень осторожным потому что люцифер как вы видите контролит просто с любой ну любой выход с орочей базы у него стоит два варда стоят они 6 минут 3 минуты 6 раньше было сейчас 3 ну раньше как лет 8 назад и соответственно ты не можешь спрятать не спрятаться не скрыться приходят крипджекают и забирают остальных крипов огромного краба двух даже я не знаю как здесь действовать нужен блейд блейд далеко да видимо это метовский коил вообще он вот прям четко заранее кидает прям четко заранее видимо как раз под под второй виндвок блейда которого нет что меня пока что мне не нравится как события разворачиваются в этой игре мы довольно серьезно проигрываем по опытам ступили в бой правда не понял каким макаром тут пришел андет и закрипил если у него опыта почти не добавил ну хотя нет он на двух героев распилил его просто и все скелет контролит блейд с арбой и кодой молодой оп топором добил скелета молодец надо крепиться карта не очень большая но крепится здесь есть где красных точек масса просто войска вступили в бой болеем за кэша конечно кэшеново цг ездил он убирался кажется в одном из какой-то из годов может даже парочку парочку раз убирался очень сильный орг в свое время был один из сильнейших в в снг в россии ну и там и там я полагаю не могу не могу вспомнить ну там много было сильных игроков понятное дело но кэш какое-то время был топовым морком на постсоветском пространстве 48-45 ну вроде по экспе вы выровнялись то есть когда идет отставание там на один уровень вот 3 дк там 2 с небольшим и 1 с х и проходит 5 минут игрового времени когда все крепятся эти уже там сколько 300-400 экспы они теряются на общем фоне и можно ну обогнать врага смотрим что по предметам здесь кажется зарядные выпадают да всякие самоны эликсиры и прочая лабуда шипейник с ушами да ошейник шипами выпадает здесь да там эти драконы эликсиры посмотрим что здесь эликсир неуязвимости на 25 секунд блейд бы мечтал о таком хотя на самом деле если ошейник с шипами против одного ну хотя его фокусят очень быстро там из-за здоровья у него кажется 750 всего лишь там койл нового до свидания это лучше чем терпеть моноберн на 100 лучше сразу разрядиться дополнительно имеется ввиду моноберн блэйд не успевает немножечко выкладывает предмет ну опять точка сбора я не знаю он уже в который раз точку сбора делает на блэйда зачем зачем она ни к чему хорошему берсерка не приведет да тут приходит к нам минусует лавку надо возвращаться потихонечку ТЦ не третий важное сражение 56 лимита здесь 1 грейд на атаку поехали ой там скролл в зебист ой как плохо там скролл в зебист я не увидел его мега плохо плюс 2 грейда на атаку минусует берсерков минусует почти минуснул тролля не добил тролля почему-то переключился на кодой минус тролль спасает на последних хитах там финдов о хорошо о мясной конь пришел еее у меня не пишется кстати днд к сожалению надо было заранее делать мы скучали без тебя друг кэш к сожалению тут погибает потому что ну скролл в зебист исключительно хотя нет подождите не погибает таурин получает третий левел лимита по крайней мере уже у него больше есть мана на стомб блин как он пережил это потому что фактически он сейчас дрался с тремя грейдами на атаку пытается фокуснуть леча лечь инвул ой таурену плохо но у него есть тоже инвул не такой большой как ну инвул блин ну было же очевидно что твою же медь минус третий таурин с инвулом большим вот эта ошибка нам может стоить игры просто понимаете ну не надо было его тратить ну зачем потому что сколько у меня это 28 ясно приятно приятно ладно хорошо пока нет никаких факторов типа экспанда единственное что вот после такого неудачного размена алицфер сразу же пошел закрепил еще точку одну правда блейд подрезал баньши насколько я понял и сейчас находится на базе мясной не пиши пожалуйста я понимаю что ты там внимание тебе хочется давай эту игру досмотрим спокойно ты уже ворвался отвлекаешь ты отвлекаешь не надо добивает одну гольку вторую но я не уверен что вот те размены которые ну то есть то что вот он время теряет на базе ну сейчас ладно пришел отвлек отвлечем отвлечем внимание андеда и телепорт минус еще одна баньшана минус берсеркер блин ладно 43 лимита у Люци 48 у нас шахта 4200 7 минут осталось надо подкрепиться бы где-то но карты здесь еще красная точка правый угол еще не окучен есть здесь красная соответственно можно взять свиток возрождение выпадает Люциферу лучший предмет из возможных с этой точки всем героям всем юнитам восстанавливает хп восстанавливает ману так тут у нас свена и акаша на точке не ожидал не ожидал не ожидал и не хочется крепить эту красную точку потому что рядом в любой момент может андет прийти оказаться андет спокойно просто двигается понимаете он он а мы время теряем и не успеем ну хотя бы да хотя бы этого подрезать нужно за предметом за предметом что там выпало а не из него выпадает вот это новость не из него выпадает сетка минус берс да вот та потеря таурена потеря инициативы как следствие то что он начал повально просто крепится дальше и герои пожирнее стали и мы как бы в лоб уже перестали его ушатывать ну пока без таурена мы же не можем с ним сражаться просто это была колоссальная потеря по инициативе пятый дека тем временем третий койл соответственно войска вступили в бой никогда бы не подумал что скажу конь адекватный попросил его не отвлекать он перестал шок просто шок камень здоровья вот надо было акашу убивать говоря о доте с такими предметами с большим инвулом с большой маной с всякими свитками ресторейшн камнем жизни я не знаю как тут вообще андэду можно проиграть исходные данные прекрасные просто ну а я знаю как можно проиграть херокилл вот единственный вариант по сути лимита больше героя лучше все круче у андэда только ну там инвул на 25 секунд как куда ты куда ты что ты зачем ты ну ё-моё минус рейдер гг сайленс очень четко по таймингу минус 100 в рен просто ну на инвул можно было же развести почему он не ой забирает смотрите какая позиция шикарная сейчас будет тут не забраться просто к финдам великолепно хотя тут и стомб хороший проходит посмотрим как как будет развиваться событие татьяна так в таурен таурен инвул забирается дальше блейда бьют инвул еще один стомб неплохой кодой не проходит цеха левелап но только четвертый не пятый рестор и таурен стомб умирает таурен к сожалению ё-моё и блейд тоже здесь особо не не держит удар позиция шикарнейшая ну можно было выиграть кэш конечно классно сражался несмотря на то что 0-2 он закомбэчнул это было хорошо но к сожалению в пятый решающий люци одерживает победу до конца сражается до конца просто но учитывая то какие здесь герои сколько маны в любой момент просто герой может умереть у орка не знаю почему ой захватывает еще да гг пишет кэш и выходит все равно повторюсь отлично отыграл думаю что ну с такой игрой у кэша все шансы в квалификациях следующих затащить первый кореец попадает в финальную часть со второй попытки кстати как подсказали верно все таки во второй квалификации он не прошел соник его одолел ну а на этом не все я сделаю стоп-старт по записи для того чтобы отделить эту часть хотя может и не стоит отделять давайте созвонимся наверное с соколиком предложим ему поиграть в фашечку давно не играли и в новой версии же появилась а там игровая комната занята так соколиком соколь 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 слышит ли меня соколь заходи в дискорд пожалуйста если ты меня слышишь а мы пока попробуем почему соколь не играл сегодня сейчас выясним кстати о уже создали рагнарог на 24 игрока сейчас будет заруба да 24 24 просто вдумайтесь 24 человека будет на этой карте так давайте для простоты разбирайте там кланы по парам фуфа да сейчас будет фуфа заходит хавк пришел скотина пришла класс квест там хорош блин я играем 2 на 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 2 единственное что Энри нужен гоу гоу фуфа блин как бы сокол не ливнул он же может ливнуть он же такой скотина да хороший ник мне тоже нравится никнэм скотина можно прям с чувством так скотина говорить в игре PUBG ты что гоу фуфа бнет 2 в с 2 в с 2 в с 2 в с 2 в с 2 в с 2 в с 2 в с 2 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 скиллуха я прям написал как правильное количество геймным гг привет соколик халло я тебя не слищу и это из-за моих проблем секунду это из-за того что у меня звуковая карта судя по всему умерла голос и видео вот так вот давай скажи что-нибудь халло халло гуден абэн куда ты пошел в паб g игры ты что с ума сошел ффа же ну расскажи во первых почему как ты сегодня сыграл против кэша проиграл против кэша проиграл с каким счетом ну 1 а там еще был этот я понял заходи гг отлично какая у тебя ой там гам овер там хавк будет играть прикинь я взял тему 15 тима 15 а окей хорошо так ребят если вы слушаете стримы вы зашли в игру пожалуйста не тупите не тормозите выбирайте там разбирывайтесь на пары выбирайте себе кланы вот четко пупок адама спасибо тебе за переподписку гам овер говорит эй на басы меня кикнули гам овер ты в игре там всех кикнули все рандомы еще все рандом пух ты сказал там пух еще пришел ринфорсмент нифига себе тяжелая артиллерия а где пух я не вижу его я не знаю пупка пупджи может быть так и мистер винир тоже мистер винир здесь где это он сверху ничего себе вся элита собралась я просто в шоке я себе лимонад миш прикольный купил да ты что вкусный да яблочный не знаю классный тоже продается сидр называется очень нереально вкусный ааа понятно то есть ты сейчас будешь уже играть на расслабоне насколько я понимаю почему лимонад яблочный угу понятно сидр называется ясно ну ладно у вас там в германии все можно сокола плохо слышно сейчас исправлю секундочку друзья сейчас все будет усе будет исправлено так я сделаю наверное варкрафт здесь потише но здесь погромче скажи что-нибудь алё здравствуйте дорогие сейчас мы играем а хорошо нормально варкрафт 3 2 на 2 на 2 на 2 и на 2 и на 2 а потом не земель или нет давай да скорее всего так одна команда создана 11 команда также 15 плюс вот это будет заруба лунная призма дай мне силы 17 20 18 ми плюс вест там ребята серьезный там квест ринфорсмент хавк сок а нет скотина кстати я тоже могу включить сейчас будете играть в игру гадать кто лагает хавк 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 ну бас хавк нет не буду так писать а то еще проиграем хавк 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 активирует активирует премиум 12 спасибо за активацию сокол начнет трансляции отлично соколик там оооо старый дом ты смотрел же игры да финальные насколько я выключу микрофон что-то здесь интимные разговоры берите хавка третьим интересно в 12 кстати 24 делится на 3 я слышал так что можно и 8 команд по 3 человека и на 4 даже делится так всем надо так 18 плюс 17 уже сделали да ready я ready stream of plz glhf мы олиг 2 на 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 2 2 на 2 и ребят считайте количество игроков на старте надеюсь там никто не зафейлил с этими с с с блин что я сбился ладно неважно поехали в общем waiting for other players надеюсь логать не будет надеюсь мы не в разных местах еще будем потому что карта черт знает какая м я я я эльф и мы рядом а у меня кастом кис не работают блин вспоминать основные клавиши надо ладно я вспомню все нормально все нормально соколик давай можно первую историческую фуфа затащить все просто 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 напросто разведочка все четенько я проверю верхних товарищей соседи наших нам надо поставить наверное а тут у нас нет экспандов кроме как вперед идти но наверное не стоит ушатывать не зеленый . он вокруг смотри вообще нам нужно в центр двигаться в центр крипинг крепится там фонтаны и прочее тебе понравится так ладно давай-ка так я могу через магазин а здесь герой рандомный да да я я лучше через грантов пинг не очень хорошего баттолните но лучше чем раньше намного да я помню я играл блин ой ё-моё фоги сноси их говорит не 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 он просто мемчик вспомнил ну смысле свой это готов готов не смотрел близор доски ивент смотрел смогли сноси их ну делавлей да 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 вдвоем ненавижу корейцев вот сразу все вспомнил такой россии расизм немножко проснулся во мне блин все и расизм и национализм всего понемножку проснулась так у меня андет андет паб джи паб джи это пух возможно пух я через каток как-то понадежно будет фервер венфер венфер но это не не хавк не хавк не с пухом вроде хавк там с гамм овером ну-ка мой рту жена мне да 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 так у меня герой давай нормального дима хочешь пошли это я не надо да давай короче змейки крепимся не имеют крепимся крепимся блин сокол мы контроль дай вас ах ты твою же дивизию не файл прошу так хорошо как и агрессивные пауки они не правят постоянно смея змея калисман здорово так я первую первого кота пытаюсь сделать блин кот на и приказывай не только костюм кисм как ханграх но я понимаю просто далеко тянуться и ну это дисбаланс они выпустят смеек наши воины вступили в бой мы должны здесь смотри вижу дым а я и латник шильд возьму тебе я я прошу не может потом хумана сейчас на втором левеле я наверно все-таки возьму на втором нет да давай можно принципе поджать зеленую добивать зеленую давай лучше королевы вообще можно вообще можно мастерскую назад 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 давай уже по жирне . возьму сможем надо будет и голубого перу поехали в кого мне как кастера кастера начало мелких убивая пища не пущешь блин у меня тут приезд проблемы коробки спрячем нет не успею так сейчас фейф кинет и все опере сейчас пойдем я же не знаю куда ко мне уже приперлись не ко мне тебе не идти это другой точнее раненым не идти это секреты майкеры пришли к себе так может тогда вот этих вот агрессивно все теперь надо идти ко мне иду 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 я бегу построить и лунный колодец блин шли и он едной мы должны здесь заплачь заплачь можно принципе к нему сходить или идти дальше крепится не знаю как здесь он сейчас красненький весь но у меня там союзник еще ладно я возьму сейчас этого чего на все красный скорее всего отсюда я могу попробовать ему поводку вас разбивать да он здесь понимая воли богиного или здесь еще да я я позбиваю у него хилы не подбегает там это сверху мочи этих хочу я слушаю о меня фиг санули на ядом мы еще чуть назад назад они сейчас закроют базу можно пить лорда давай слушаю блин блин был был я теперь понял окей дырка дырка ну хороший очень герой первым да да можно уже первым пойдем прокрепимся вот сюда вот там фонтан но кажется маны фонтан к сожалению блин а я бы этих добил сейчас я второй герой вышел не добьем не добьем мы хорошо там финны всем и ты ладно хорошо пойдем подожди только я стал вижу и помню и не сделал я на тебя этот молнию вот они здесь давай там 30 х уже блин я тоже почти 3 слушаю давай врывайся ну ладно это вода может убьем нормальная там отвлекаем нам нужно вообще без потери желательно сражаться ты лечись ко мне я сейчас контратакую нет ну тебя как там нормально вроде нет и посетил я подышал хорош дима вижу но он и так и так умрет не хочу на его тратить исследование завершено это лорд молодец так добивай металла вкус они там очень битые финды давай дальше медведи сейчас пойдут и мы нормально цех убиваем и все будет убиваем сеточка готова давай ну надо подождать пока он нет он стоял не хорош сможет приставать на него он не контролит хорошо молодец так третий герой так здесь сразу ставишь базу и там и там надо конечно дарить и встречу сейчас герой видит а дима герой а лич хорошо я уж купил что так медведи у нас на c и этот вышел ты там топьешь что надо даем даже уничтожаю пилочек оказался так кто-то нас третий берет арбун арку не забудь передать надо я буду стараться передавать постоянно желательно по протектору влепите ну смысле у нас внизу я помочь повторюсь сделай башенку 2 на мэйн и потом сразу испануть его мне зверя вален я еще прожимаю постоянные индикаторы здоровья по привычке не расслабляемся главное начало хорошие не расслабляемся следование завершено хорошо кастра ntr ключевого тебя то есть батки кастера три героя кастер банки все больше ничего не нужно ну и собственно база база может не штурмовать андеда я могу сейчас все при джоне что мы его убили а то сейчас иди лучше от от сперек я берусь за поставь ничку я щас поддержу тебя ты можешь один там разобраться я его хорошо потом нашел хорошо посмотрим в принципе неправильно мой взгляд прокачанным еще надо сделать готовится еще к выходу из ламитова судьбы не нужно еще этот будь осторожен бы выиграть т.п. еще не забыть где-то взять давай давай я оставил рейдер и гранта вижу и помню здесь там исхата чем вы заняли сладенький от судьбы не уйдет наши воины отливнул цеха действительно слайки сладенький до конца это товарищ был хорошо контролит кстати вот это вот андер да он вышел хорошо короче я здесь быстро ставлю базу после этого дела если они были вышли и закрепилась работа работает работает это кстати одно из преимуществ орков шаманов или врачей и тех в тех нужно в первую очередь в vd конечно и проще и на массе цены смысле там четыре штуки хватит чтобы все было все после этого мы должны с тобой еще метнуться в центр в рядышком к нашим в поисках крипов забей 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 не бей не бей не бей уходим уходим вот сюда вот куда-нибудь ну ладно вам она восстановить там сверху по моему а мне нужно закупить этот дашь ну короче мне т.п. о нет как можно было заруинить еще исследование завершено приказывай все вообще шикарно все что я тут а нет горе нет играем приказывай ладно по уже пути потянули мы должны действовать блин ну что случилось я в шоке просто просто в шоке все шикарно все шикарно готово кто на очередь приказывай договоре мы кстати на дне очкам хотя нет это не дно это середина что это не дно не дно в в первое историческое вообще огонь мой первый плюс скрин по варкрафту за 10 лет ясно заходи на эти название такое же извини мешанья я здесь но если руини то руини цоку почему-то я не знаю почему 24 человека при вылетаешь костюм кис до силы скрин первый раз в варкрафте 1 ну должно было случиться кастуки из 78 кажется да нестандартный еще галочка в настройках не забудь поставить да но только я не знаю где мне куда установлен варкрафта меня нажми на ярлык правой кнопкой не этом нет ярлыка то есть я через это через сетап вообще запускаю через батл нет лаунчер там я быстро его не нашел сейчас вартрихе надо найти где у нас из новых мест поиск классно конечно в винде вот 3 где нет таких файлов в вашей системе так так последний дэйт модифайт программ файл сдам да кастуки сэмпл 59 килобайт блин такая классная игра такие расы такой герой мне знаешь сколько не выпадал демон хантер первым героем это ж капец до 6 левела такой блин миш поверь у меня горит еще больше чем у тебя исха кей супер норм вообще это начало и лично 3 это рейнджер к топовый ты недооцениваешь рейнджер особенно в фа когда ты же третьим сайленсом накрывая 6 вражеских героев или когда ты переманиваешь какую-нибудь коду и ценного на на всю армию это топ-1 топ-2 героя вообще фа так ты еще не зашел же нет стартной команды управления ставлю захожу надо сейвить такое какой там команды ставить ну и последнюю 24 какое событие такое и главное вынесли довольно ну хотя видишь несмотря на то что мы вынесли людей достаточно быстро мы по очкам то вообще в заднице в середине где-то то есть по-хорошему нам нужно идти и крепится нон-стоп ну там попались хорошо она и хорошо оборонялись нам три раза пришлось на него делать чтобы внести то есть у других наверно вышло быстрее намного то есть они вниз те кто в топе они не не ходили на соседей они шли в центр карты крепится что скрипами ты в любом случае быстрее справляешься поэтому сейчас попробуем несколько другому сыграть но у нас не было выбора у нас атаковал да это тоже верно он у нас долго харасил ласте ангелис поддержал ваш канал на столе и спасибо тебе большое сокол дампы краша в студию будем всем чатом на смадал кража у тебя там послужило причиной чтобы ну если есть дамп краша то можем смотреть в чем в чем причина должен быть где он сохраняется кто ж скажет когда пять секунд до начала игры прошу великий рандом дай мне по крайней мере эльфов по крайней мере я уже не прошу первого диму но справедливости ради дай пожалуйста пожалуйста родную расу пожалуйста я понимаю что один к четырем понимаю что ты любишь мне орков давать ну дай эльфов пожалуйста эльф такая комбинация орк эльф все было шикарно я думаю на следующей неделе полностью форматную компьютер и установлю топ-2 наверное а мы с тобой еще на таких соседних так ты орк хорошо ой пинг кажется лучше я пошел мне показалось ли нет так ладно я в принципе могу попробовать своего недалековато с ментами бежать слишком далеко мы можем вот это все между нами и я к тому что может быть стоит рошанать сразу до товарищ сейчас все какие герои миша я разорвать быстро грант проделал я пошел это сбываю то что будет мастер не возьмешь и надо будет сохранить через минут 10 мне кажется всякий старчика другой вылетел верно да как у меня здесь в куку west я мог его быстро убить если раньше побежал чего я готову до грустика до 5 работ да да хорошо ну я пошел опять работа он хорошо играет как не хватает золота не хватает золота у меня все очень так контроль так ладно так что он здесь можно закрепить такого зелененький 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 герой а мы не можем у него будет только два буруса стоять нет мы не можем фэрлорд у меня это по тма стрелу брать у нее а потом ауру да и нет ауру сразу так ну в принципе я могу сбегать с его попробовать ну я только стопой застроить фэрлорд герой так вот этих паучков быстро возьмем ты можешь лабазон прокрепить как скажете я готов до к нему надо с этим приходить сразу с но там уже виски не застоит я вижу вещь перебери бери следующую следующую точку закрепим чтобы еще лава спалом было побольше все надо идти надо этим сразу на лавку наверно буро буро вас рометский надо чуть сейчас будет отойти есть ну заряк куда добиваем Лава спауна, пусть стреляют, не пикаются, а стреляют Им надо все время стрелять Диспел пошел Хорошо, молодец Сабу вторую брать, да? Нет А, да, сабу Чего? Ну, я пошлю Хорошо Что прикажется? Коня Да, вижу Когда кайф будет, запекает пару раз Да, да, да Да Чего? Так, он башню везу уже строит Я пойду на фигашки Его выношу Угас Угас Да Здесь нельзя строить Хорошо Хорошо Так, внизу постреляй по одной башне Там фаерлоар Там рейндж Да Как скажете Чего? Эээ, скэнс Ну, я пошел Вот сейчас придет Там... А О, сова Ее Ее Да, господи Нормально Да, господи Нормально Да Конечно Да Да Да, ваш, вроде Да, ваш сельсово Да, ваш сельсово Ну, приказатель Да, стихия Блин, он так проперл на героев на самом а наши нейтрализованы были беде 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 над домов ее присадим мы дисплеем сау них все пирсинг дам очень сильно в динамике потеряли часа вернусь к нему в раз тебя там они пинчат понимаю просто надеюсь не отвлеку автора герою же стройка завершена они не второй герой все они отходят куда ну я напал пуст там до автора герой там нога чего дабы или они или они что-то мы себя за героем тима дима прекрасно ко мне кажется пришли до ко мне пришли доеду да опять работа блин маска ты капец если мне второй герой еще выйдет кайц в общем кайц он недоконтроливает сахал мне держимся он недоконтроливает реального т.в. он слабенький набрать мой клинок что приказом я отворяю себя держись кто на очереди до вас вроде верно не оплодятся элемент я через атаку дальше к ты очень битым двигаю перебивать надо лечение нога все там аккуратнее там биты к ты не дайся окружителю уже сорочки пошли поле ленту и верно уже выходит есть чем а у нас элементарий что-то я забыл иду ну и герой мой клинок так будет исполнен ну и герой нормально так держимся тебе нужно на газ надо уничтожить молодец твой другой герой тоже блин я должен телепортироваться короче дело делай ладно тебе нужно мега сложная будет игра конечно нас ладно один мясной один с котами я возвращаюсь сразу сейчас рифлы пойдут архимаг вообще молодец молодец я специально его отослал он здесь вас поставил от него толку нет рифлы пойдут у нас рифлы фирменных два человека тебе нужна моя помощь это дело эти цель ты не писястю брать чем не могу на нас на память как скажете там о батке шикардос как вовремя есть кучка и хорош на наверно мэйн бит просто то есть не лезть туда дальше верно иду чем проблем нет тех союзов у тебя тебе нужно отлично на кушанье ускорили дам надо быстрее добивать быстрее можешь сейф нажать что делать сейф да мы тут а сама потом не соберем всегда чего давайте этот видишь код давай добору сынки чем проблем полин рифл и фаван катились клинок я димку твоего сухой буду лечить лорда тоже смогу так пойду сразу здесь базу поставлю вот я несу из страны чего хочешь за счасток у вас то лучше добивать сразу же потому что это товарищи такие а вон уж побежал спасать и ко мне к ты им на развлечение типа 0 идти отходи я у меня рейдеры нормально я не собираюсь он теряет не так быстро здесь у вас есть урин плат мэйч и пока цены и слева от нас очень поход цены виду на вмистрой тогда или пятки не лежат ну нет вообще кастер и чего хочешь кастер уже одни готовы хорошо так просветку те там было варах пожалуйста базе я пойду 2 добивать ты смотри либо этого надо добиться до грабить либо найти где у него там мой клинок ты понял в общем думаю что золото опять работа не так быстро котик армии конечно посредственно этот армия на 2 только здесь орг довольно таки поход цены они отбились от кого-то я еще парты чуть-чуть по наставляю так что не дальше с кастером ну наверное сейчас базу поставим вот эту ночь поставишь не этот это не его штиммейт нет но они только что я их разведывал они к цены хорошо давай сначала вот этого добьем а он еще жив до подожду тебя покрыть это не так быстро котик да просто ну надо добить и нычку там пожалуйста правильно правильно что приказ который котик а потом когда потом и закупиться да это надо взять будет я пожалуй час к себе схожу . а у тебя как далеко магазин все равно рядышком не страшно так здесь наверное вышку как нельзя строить не понял опять работа на нас напали чем я могу помочь чем кто-нибудь ради да я пистец упала еще оставлю ой 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 тут хавк вообще зверь туда не лезем очень жестко рады пич панда я думаю я начинаю бы так строить до ложи 100 supply ставь базу идем вот на этих мешал он развернулся нашу сторону я думаю на мой базу давай отходи да но долго вещь как мы а это скам овер ой там супергерои сары там дыка еще чем они не факт на нас пойдут сейчас давай не похожи на нас похожи на нас более надо из ними то выходить уже давай об этом уже начинают строить кстати страта поставлю помочь не так быстро котик не последование завершенно идут прям и давай ну если ты нас этих можно принять пока что не деремся в этом хорошо но вдруг не хочешь да неплохо 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 тебе нужна моя правда не хватает я ну а не успел сырую да не здесь у нас позиция ужасен еще ну а как еще садом к чем мой клинок бороса 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 всем чем что приказа телепортировался один можно этого панду взять меня нечем брать как так да что приказа герой а все а все 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 долго видишь мы этих убивали гагаин на дне ладно друзьям тяжеловато больно больным но мы сражались друзья вы видите мы пытались мы сражались но не получилось 5 долго вынесли первого в насилия слушай когда людям один эльф было брик перепула одного из мастера другого архмаги виту просто мы все хорошо сделали миш но это эффект бабочки типа у других развития в начале лучше потому что у них может спокойнее было или можно не сразу вынесли кого-то мы не могли к сожалению этих товарищей игнорит что у нас не было сразу все правильное решение там gold rush новая карта попробуем на ней сейчас я отойду скоро приду и и Токтис говорит Михаил, привет, доброго вечера, хорошего настроения Спасибо тебе, спасибо Имка 2 на 2 на 2 на 2 на 2 Перебор лучше просто фуфан А, да, перебор, нифига себе перебор 2 на 2 как бы Постабильнее, чем просто Фуфан 24 игрока Даже с помощью не затащил На баз, говорит, фэрлорд Слушай, ну ты там неплохо отыграл Но виспы, конечно, подрезали нас Неплохо, а потом фэрлорд, конечно Чем дальше, тем хуже Он единственный, для чего пригоден, для криппинга и для каких-нибудь Агрессивных тем на старте А когда человек подводит Один в масхантре с виспами Другой просто грамотно контролит Сложно 24 команда, мишка Хорошо А можно в 24 каждый сам за себя Может быть спокойнее Нет, как раз наоборот Будет еще более То есть ты удваиваешь количество противо... Ну, врагов фактически То есть если у 2 на 2 12 сторон, сторон противоборствующих То 24, соответственно, 24 Там еще больше рандом Еще решили возмутить Давно просили, учитывая то, что патч вышел 24 человека могут играть Плюс сегодня варкафт у нас Вот, поэтому Why not? А, команда 24 у нас с тобой Они 4 Варкафт у нас с тобой Кто со мной готов победить? Говорит, хав Вот Ё, вообще, крава Такого надо дать Майкеры выносят, игра заканчивается Какой смысл он носит майкера? Ну, слушай, ты когда Человеков батлнете выносишь Игра заканчивается Какой смысл у тебя Это делать? Очень странный вопрос Когда баннер сага? Я думаю, что завтра-послезавтра В ГГС, Дискорд для пользователей Не знаю, Дискорд официальные есть И там вроде как Для многого народа Для пользователей, да? Киберспорт, стримеры там есть 40 человек Зрители 160 Вроде есть Так, где я? А, последний саму 24 Не, я в этом смотрю А, Дискорды? Почти Отвитим, оставался Так, ну что там, тем и все готово, нет? Не знаю Олег Сур Говорит, Майкер Варка 3 Больше ничего не надо Ночь удалась Не, пугаешь Ну, типа, мы Во-первых, Сокол еще здесь Не знаю, как Кто без команды? Как кто без команды? Все вроде 19 21, 9, 5 5, 7, 7 А, 19-ых трое 19-ых трое Жалко, что Низец въехал На кнопочку нажал И расстреливалось по командам Да, было подобно Идем по лесам Да, буду Кота ищет динозавр Для оброза Оброз Сегодня Возил кота В деревню Для кота Это, конечно, стресс Но весна Все дела Она там Спряталась в елке Да Залезла на елку И долго искал Сняла всех, полила Потом коты Потом собакен Пришел Детей много Шок После ухода Весна Кошечка Даешь ей погулять? Не, не стерилизован Чего? Нифига себе Безчеловечный У нас здесь свидание Можно наметить Кошкам Собакам Написал в интернете Вот моя кошечка Хочет встретить Другого кота Какого-нибудь Пожалуйста Вычлите ваши документы Чистая раса Ну, я понял И раз они встречаются Им приватную сферу Типа Смотри, мистер лайт Зелокут геймеру Видишь Арена Все дела Спасибо Какие у нас пользователи Да вообще красавцы Мистер лайт Спасибо за карты Естественно Если кто-то хочет поиграть Зайдите на тему К тему на форуме На гейме И скачивайте Орг Чего? Самой лучший раз Чего надо, хозяин? Да Ай Классное расположение Смотри Это еще одна Заруиненная игра Да Ну, это все Сейчас Если кто-то в твоем Придут ко мне К тебе Мы можем сделать Следующим образом Смотреть на слабых соседей Попробовать Я, например Попробую соседа убить И ты, по крайней мере Одного там рабочего Отправишь ко мне Чтобы можно было Развиться, если что Ну, то есть Чтобы мы как-то Ну, или наоборот Там, ты как Кого-то Ну, весь пол Легче к тебе добежать Я думаю Скорее всего Здесь Все так Рассортированы То есть Не будет такого Что Прям Ну, маленькая Вероятность Что двое рядом Правда Мы с тобой Совсем далеко Друг от друга Рандом сит Не по-русски говоришь Тут еще лес хреновый Че знает Ну ладно Мы везучий с тобой Повезло мне нежно по имени Зачем вы водой Из манвелла Напоили меня Готов Бисп Давай Аккратно Доходи на нишу Рядовой Райан Бисп Че, у всех нормальные Сиды, что ли? Ёшки-матрешки Ты можешь тролли Может тролли Хавк, кстати, не ответил Вообще Да, Хавк не ответил Зачем не считается Ладно, я посмотрю Че тут По соседям у меня Делал, сделал, да Я знал, что не все могут быть соседей А тут на всех шахтах люди По периметру Да Именно по периметру Ну, у тебя андет под боками Хорошо Это андета у меня Я читаю Ого-го-го-го Звери не лгут Естественно Пора на охоту А, у тебя Дима? Звери не лгут Говори, друг Я бы сделал Что нас ждет Говори, друг Мы пусть Толшим так пишать для тебя Звери не лгут Пора на охоту Звери не лгут Эти тоже двое Ассо-липусы И верно Товари, друг Я читаю Разные Звери Нормально Пора на охоту Я попробую Дима Это параш Пораш Звери не лгут Говори, друг Звери не лгут Звери не лгут Моя жизнь Прилет Естественно Я читаю Слева Говори, друг Если у нас Финды и андет Крик Звери не лгут Я читаю следы Ой-ой-ой Много теклык У меня Тима Я умру Да, Тима здесь Что нас ждет? Пора на охоту Погиб Говори, друг Пора на охоту Жизнь Предотвешить Прилет Слуха Я не маскулей Сейчас меня подошло Враги Он орел Наши союз Звери не лгут Нас атакуют Я читаю следы И верно Звери не лгут Ну что, классная карта Рандомная У кого что Говори, друг Пора на охоту Бывает Естественно Говори, друг Он ждет Звери Наши союзников Беда Что нас ждет? Говори, друг Гауре Рагна Тут Тут Рандом Экспанд Сеанс Я читаю следы И верно Пора на охоту Говори, друг Естественно Враги Свери Не лгут Наших союзников Да Он ждет К сожалению Учуял Говорим Что-то не удается нам А вот первую игру Бы не зафейлил кто-то Отлично бы отыграли Да Все, после этого руина пошла Да Группом джи Говорит Еще мы единственные были Кто не рядом Что-ли Как Ухак рядом У тебя Товарищи рядом Не знаю Нет, вряд ли Единственное Это маловероятно Крайне маловероятно Типа баланс 20-ю ставь чего-то Оп, точно И Там кикают чувака Чтобы другой вошел А там уже Очень просто В игре А зачем кикают Ну Написали типа Слот Для того чувака А для кого? Для какого-то А, ну это судья Написал Там по блату Наверное Да, но он уже Давно джойнился Он сам вверху А этот просто Не проскролил И не видит его И все время Кикает последнего Он не понимает За что Эйроникус кикает Эх, Эйрроникус Эх, Эйроникус Эх ты микки моя мишки соберись старпер покажи скилл я читал это просто решил не озвучивать потому что ничего мне то чего прошлой игре не меня убили я не вылетел в первый что ко мне какие претензии вообще красавчик а завтра пятница мишина рано на работе тебя какая пятница понедельник как ты там вообще живешь и работаешь в германии естественно следующая неделя будет очень насыщенная нас подготовка к стримфесту мне тоже очень где-то жестко опять а может рядом стояли первые 12 карта для новых забыли указать со стыка может быть если хочешь можешь потом просто два на два поиграть батл найти сейчас должен быть предложению сейчас было хорошее только пике чат и учете вижу что ты предложил я не помню я уже забыл там че тормозят некоторые участники ему же пишут буквально что нужно сделать сменить колонне уже и так сложно это сделать а хорошая идея в том что завтра пятница точно 2 на 2 это не работает на банк найти они же написали в этом в твиттере то что выпустит сейчас следующий петч 130 нож там запакован так вроде все на эсиман поддержал ваш канал спасибо для и сообщает привет майки привет у нас в беларуси понедельник и вторник выходные потому что радуница поминовение покойников у нас это государственные правящие 8 хорош праздник охрань кто стрима пал да он стрим слушает ну бас слышит слышит отлично 24 эти матч сколько человек тричьи 23 мы в каком клане с тобой 20 шагин поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает так до этого ничего ничего не было ничего привязать кстати и есть какие-то мысли по поводу ds 1 ремастер предвещается не особо вели предлагаю вспомнить классику никогда не предлагали возможно dark souls хорош шашлычок сидела кто один каждый проверьте какие же медленные людям без трус все поехали все go stream of плаза так ну все главное третья тима один человек кто-то ливнул за пришел здравствуй михаил здорово что на стримах появляется контент который может посмотреть в нашем доме престарелых поигрывая в лоток микеланджело хорошо поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает хорошо спасибо рейдер прекрасен плюсую добрый я играл в ds просто я не знаю что в ремастерде будет и все так все собрались мне дают эльфов первого демон хантера ты респаешься рядышком где-нибудь и все больше ничего не нужно поехали эльфов эльфы 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 были хуманы были только андедов не было дать им еще эльфов великий рандом я сам дэд вы же там на каркали на в чатике все бан получат на как на кто пишет андет получит бан если будет андет хрен с тобой как нельзя строить нельзя здесь нельзя строить у меня проблемы просто хорошо тут есть место где нельзя строить в принципе просто пустое место здесь не застроить как мы с тобой более-менее рядышком нас напротив людям слушай я попробую человек своего соседа сразу же проверить а у меня то же самое не застроить хорошо да господин да господин придется драться я тогда ничего не могу сделать хуман это единственная раса против которой эта штука не работает повезло да я не хруст был да опять работа чего да господин да у меня на карте не показывается не показывает что мари не не хватает золота вареник все такое ты же там был не оказалось я не ариника сообща что там кто то есть у меня там пустая тогда было так и прошло его ну поза прошло игре это кабану а у меня здесь вор нет ну я пошел хорошо хорошо форт да фэнтези шторм чего пора тут нельзя строить я посмотрим что за героем строить здесь нельзя строить ну здесь не строить я просто половина базы нельзя строить но герой-герой какой жду сам неплохо для старта может хорошо или крепится идти указаний там у него нет контроль не хватает указания закона то я не нет вышки ваши строят вышки исполняю 3 до указаний во имя правосудия стройте пир ваш вердикт а спала на указаний ваш вердикт до свершится правосудие суд будет быстрым во имя правосудия постройте пир сзади подходит этот быстро мне уже не может почему грант почему ты не прикапывает героев я пошел обносите приговор ваше решение да да прокрепимся здесь эти приговор закон это я жду указаний исполняю приговор гранта 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 указаний ваше решение хэдхантеров он я видел видел поздно на основу ваш вердикт ваше решение ваше решение все ясно может быть что-то на нас наносите приговор жду указаний асфала на ваше решение асфала на там хэдхантеров что и много во имя правосудия чего ничего хорошего мы вместо криппинга занимаемся пять конца какой-то хренью жду указаний асфала на ваше решение жду указаний как дела меня я не могу к сожалению взять и буду крепится дальше ваш вердикт за крисая сален она пошел дальше постараюсь на терять время крик прящим уметь крепко шумеем все просите приговор ваш вердикт сделать указаний асфала на указаний ваш вердикт жду указаний асфала на во имя правосудия закон это я огласите приговор ваш вердикт во имя правосудия там не пришел алхимик непонятно чей или заскореживание ваш вердикт еще одним вашей враги ваш вердикт закон это я асфала на указаний ваш вердикт все ясно и следование завершить приговор ваш вердикт приговор что прикажете будет исполнено ваше решение приговор огласите приговор ну да закон это я все ясно доказать что у нас фонтаны я там какой фонтан вашей магии мы его не закрепим на киперами нет ну там жестким маги ну хотя можете да давай поехали короче я потанкую там у всех кроме одного это большого убивать остальные урон не наносит ваш вердикт жду указаний ваше решение огласите приговор ваше решение огласите приговор цитоэтку демона опять работа а мне мило нет это плохо ладно да закрепили ты прав справились вот здесь давай посмотрим там големы жесткий асфальта что указаний ну на самом деле можем вот этих вот закрепить кобальда есть неплохие указаний давай третий а шнердик из вашей решении суд будет быстрым что указание но приближается приговор из панда конечно печально правда тоже нет огласите приговор тоже 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 нельзя строить нельзя строить да ну я пошел не знаю что тут ума вашей решение нас права героя не сильно таки приговор да пригеним ману тогда потупим почему бы и нет огласите приговор у меня щас кодоя будет все как зелевом зелевом ну так более-менее жду указаний огласите приговор а идут нет скелет просто разведка на самом деле можно с первым игре фонами вот на этого напасть у него бетон не будет я смогу быстро снять магическую вышку форсир да беда если в нормальный герой хотел так тимкер у меня тут вышел и пришел харасить епошка какой-то блин просто вот реально харасит пацан исследование завершено вот там не просто харас опасным твою же шметь еще осетка огласите приговор ваше решение поехали о это мне было думать еще того ладно поехали копай 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 приближающую ваш вердикт говори за разу просите приговор говорит ваше решение видите очень тяжело разобраться как выкипер на и по деньгах я понимаю именем закона телепортируется бегает второй я могу устанавливать пошел на фонтан к сожалению но мне подхарасили ваше решение а и возвращается что ж такое это другие вообще это фэнтези-сторм это наши соседи да ты здесь да я подхожу а ты сзади подходящий еще другие пришли видите мы это ниже что вроде бы это ниже айдут быстрее ветра ваше решение поторопись смертный так ну ваш вердикт что не хочется прям в них контратаку хотя пока есть дум можно попробовать поехали я устал смертный ваше решение готовы вот они здесь семечка она заливает я устал ждать вот так я жду я устал ждать во имя правосудия слов приближается тинкер став есть тинкер не забей блин вот плохо да 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 поторопись на процент рващи забыл ваш вердикт говорили просите приговор до хума нанимая раз вердикт к сожалению суд будет быстро ждем пригласить приговор о чем идет вперед вот это вот зря а это другие вообще все ясно огласите приговор во имя правосудия жду указаний ваш вердикт огласите приговор все ясно на страх и многом жду указаний огласите приговор во имя правосудия да что делать сэр осаждают прокурат а и сверху пришел вовремен герой да ладно я не знаю очень плохо за хуманых играем и все равно все равно если какие герои если не это самое ладно давай ластецку попробуем может дадут наконец мы дольше собираемся чем играем в чем дело решим 24 что да там какую-то новую карту создали огнел вот возьмем каком меньше 12 ну 9 мне давай нас не раскидал там че то есть тут экспандов только 3 лучше вот на этой карте лучше убивать соседей потому что по-другому экономику не получить а тут 16 ну ладно 16 так 16 ничего страшного мы даже с 16 игроков не справляемся я еще проверять слоты ты что я их исправил 16 9 11 11 7 5 5 5 их много 4 6 на 6 5 6 6 6 6 7 9 10 9 10 11 11 11 12 12 12 wind 12 11 12 12 все по одному будут а то типа может не раз ну посмотрим если в разных местах то это конечно тоже не готовы сыром что она не пригодна для игры дамы немножко не вмешива да 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 чего хорошо опять работа убегите блин мне лучше сюда я пошел хорошо да ну по-моему все рядом у меня эльф сосед прекрасно и опять сбегал не ни к чему не это самое я пошел безрезультатно ладно я посмотрю между нами кто да ну я пошел чего между нами двоем в любом случае чтобы они не были в тиме и можно соединиться все союзник я думаю прошу поставлю я пошел да да башнику здесь не лишние точно будет тест 12 12 12 нет меня честно переправе не будем уже рпб матч вышку пока не поздно открыть нечего на самом деле тут нужно как-то вот так уходить просто т3 с вышками с грифончиками от героев писать потому что не знаю как иначе я сейчас один фут один герой идут и 3 быстро кривифонов и ворка постараюсь вместе я тоже наверно также попробуем или хавкат например я дать его хоть какая-то вариативность только я пашу блин опять плотно куда ты говори за него потому что я убил да я уже до приятного говори говори страйк ладно сразу стоило с плеймом я жду смертный начинать да господи говори из-за родов говори из-за рода я жду смертный говорит конечно зло приближайся говори я жду смертный сожгу до тла говорит зло приближается за мой народ приближается приближается точки такие конечно для криппинга проще простого магазин ботинок как жду смертный проще простого зло приближается получатом вообще какая-то я устал ждать я жду смертный за мой народ из-за рода зло приближается город наших союзников посадок говори да будет второй уровень получил на этом все жду смертный на всякий случай на будущее зло приближается как нужен мелочи застройки мил как я пошел я устал ждать так запуская специально обученных енотов и овец я жду смертный герой я устал ждать здесь окружил хорош отставь после этого сразу молодец он он решил по тебе не отдавать первую уровню герой я устал ждать я жду смертный метод разведчик окружение участвует пробую говори а тут двое вообще ты знаешь как здесь а скала или нету между это я просто терьме и там же там все нормально я пошел из-за рода нам все нормальным да будет там по бджиста выигрывает а уж дать нельзя давать просто мало на зло приближается проще простого а все это мало на зло приближается анду фаладор проще простого я устал ждать да будет так смешно рядом за мне хаоса я стараюсь не привлекать просто подрезать прядь я жду смертный говорит о мне здесь два орков нормально я тоже сейчас приписываем из-за рода да будет так но приближается проще простого я жестко в т3 ухожу вообще мне ничего нет из-за рода я жду смертный я жду смертный говори я жду смертный говори я жду смертный я жду смертный давай так держись короче говорит я жду смертный говорит я жду смертный кажется я саграл лишь к говори смертный я даже не хочу туда нормально нормально я стал ждать я жду смертный мы каких-то пока что лалах отбиваясь ну ладно ну смысле отбился они как-то нерешительность проявили все таки ну как я с деревом хорошо может отнесут готов что лечу могу так может имеет смысл сейчас нам между нами соседи да да у меня сейчас будет два грифоне поторопись смертный гриф быстрее метро говорите два грифона смертный я поклялся служить а все 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 мне пробок готова что я жду я пошел уже тихонечку бою готов как раз этих делает ряд так у меня алхимия я жду смертный я просто не хочу бежать через него или он на меня идет уже быстрее смертный он приближает лечу с рефлами мне будет сложнее сражаться и я жду смертный ничего ничего рвемся как-нибудь не хватает золота я жду смертный готов вот уговорим быстрее ты по готовности говори короче как будешь залить и все и нормально уже лечу я пока эти двое вдвоем ходят лечу я передал или не передал хотел став передать я устал смертный я жду верно все я моего орка говори до исследование ну надо было еще я думаю с алгорн первым сейчас взять на файл лад хорошо темы да затыкать ой здесь пришли его добивать этот эльф вы как мы его сейчас желтый из я роду но приближается поторопись смелось дать вот от гипсом смертный лечу я устал уже делаются из я роду куда летим я жду смертный да да давай бою готов быстрее ветра небо зовет уже держала куда летим никакой пощады бою готов как гром с небес сейчас тебе двое могут нас прийти у меня здесь куча или фаера никакой пащаканчиком быстрее смертный поторопись смертный уже лечу ой мы зайчиками домой прибежал вот он сражается это трепещите враги а я все сюда никакой пощадкой это же враги очень много омщу поторопись смертный смертный завершена трепещу лоны роги лечу поторопись смертный но приближается я устал 3 смертный так они еще уже не это не вот они у меня скотина здесь уже лечу он есть не арпа и сюда летим хорошо небо зовет так давай между нами этих добиваем надо его платим вот этого добить я просто помогу там его могут говори бою готовы сейчас и героев подвину пока уже лечу у меня пищу я там шут мой параде небо зовет я покажу покажу да у меня есть пучу трепещите враги братьев ко мне зеркальный за мой народ проще простого устал что остея смертный я поклялся суши я жду смертный следа летим но приближается и зерадо но приближается я устал ждать что уже лечу молодец быстрее смертный небо я жду смертный должен быть трек лорд очень-очень поторопись надо взять наверно пару суток сейчас приближается куда пришел вниз я жду смертный у меня огромное лечение если хуманская лари не грома давай устал ждать им к бою готовность на говори я жду смертными соберем два свитка возвращаемся убиваем среди сразу ставь нового орка вас был смертный говорит мой народ и один светочек да давай давай добьем там действительно сейчас вижу 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 это он т.п. матч но приближается я сочетаю святых 1 потом бери сразу ментов и бьем мы идем орка добивать нельзя так долго я поклялся за ноги за манзу фаладор да будет так быстрее смертный я устраиваю сетим не пострадали стал ждать зло приближается отлично а это побым ночью пишет это и заводите мы да там это по моему нет 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 это спад g да да побым ночью еще до 3 прокачать быстро смертный я устал я ставлю соответственно базу на этом нормально есть шанс я устал ждать куда летим что из-за рода а все добавлено зло приближайся слава высшим эльфом воркшоп еще добавить давай я воркшоп и ты кастеров перспективе добавляй что быстрее смертный нужный норфаер я устал ждать уши говорит а вот это тоже если можно вот здесь вот базу еще следующий поставить сейчас надо я почувствовать регенился ну чтобы у нас больше 50 фуксу плавит было ну да я жду вверху раскатаем придут возможно данный подвигать тебе помочь говорит я иду удалить им ты бы матч да это розыньки которую не добили дали тем что последние очень быстрее он смертный лечу говори союзникам и штангу но приближается быстрее смертный небо говорит куда летим еще не закреплены эти уже мелочи хотя это уже не столь важны мало низкой я жду сверху торопись смертный центр закреплена стреляя смертный так тут андедовская база центрального же слева у нас опасные люди квесты я пожалуй хорошо его ждет смерть трепещите враг но приближается я пока что я проверить быстрее смертное следование завершено халявный ставил детей он любит он что-то паша я там еще говорит еще с бой мастером и быстрее смертный добиваешь да нет не добиваешь ничего там быстрее ветра что лечу зло приближается завет я устал ждать поторопись танки я делаю great говори на атаку нет 1 говори а вот они здесь быстрее смертный да за мой народ говори я щас перелечу ну лунычку мы не имеем я и вошли поговори давай быстрее смертный как 9 что здесь он метнется я могу поймать но если с ним побежит уж кажется я жду смертный город налетим смертный портируется портируется попробую поймать давай 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 под подбойте подбойте немножко дачу 1 давай поехали короче лечу поехали там почти всех гипосов я смогу поймать быстрее следование завершено мне окажется облайд но приближай рапе смертный поторопись смертный нормально быстрее можно было еще лучше этом хавка всех рабочих убил красавчик прости его здесь пара строй на нас нет нас ждут верно летим небо зовет зло приближает смертный нормальную готов лечу говорим еще экспант наверное добиваешь да получается говорит мне сейчас пойдут танки можно уже утюжить потихонечку не беспокоит конечно хавк немножечко своими своей разведкой а у меня еще биллер рабочих на экспантин на основном как не вовремя что будем делать надо будет подождать я жду смертный смертный не хватает золота не хватает золота у меня теперь покажет не то это почти уничтожили нет ну беру это у него стажис да у меня 700 не хватает золота не хватает пойдут чуть нет так пришел опять этот мяч не контроля нет рабочих разбивает а как не приждавал не хватает золота говори летим россии что очень ложь как никогда не блочит исследование долги бегать хорошо я жду смертный чё поехали мне 53 лимитов к сожалению устаётся смертный приближайся завершена ну его это в любом случае не мешал не можете у нас болт есть да нет смертный здесь вот он уже лечу говори уже лечу я жду смертный нормально контролем развалилась кажись не хватает золота устал дальше но приближается см и поток сейчас убили так я убиваю завершено смертный он приближается я жду смертный скотина вышел из игры типа бы меч мы сейчас тоже выйдет да все их нет ставь ставь базовый а жду смертный смертный говори так и наверное вот здесь под застроюсь нас вообще чем ближе к центру тем лучше потому что у нас тогда получается скорее всего отменит он так халявит там я устал ждать небо добудет бою готов говори ладно я попробую крепится тогда на этой центральной чего но приближается кукуру куку куку я ждал черный стал ждать быстрее смертный и зародон исследование заговая я устал ждать два хумана конечно и самый сильный связь но танки обязательно танки штампуют стригридно так уже есть у них говорим кончик много блюду смертной бою готов очень много я бы сказал не хватает золота опять работа да хорошо так так много не хватает дерева говори а шедера здесь не купить да получается но приближается опять работа не хватает золота говори я пошел хорошо зло приближается у меня восемьдесят шесть да тоже нормально торопиться некуда нам нужно понять покрытие давай мать типа какая раз у хавка не видел зло приближается я полечу пока что он там проверю тогда я сам устал так у меня очень много пристав не хватает дерева хорошо дуловина сделала и на файл стройка завершена что быстрее смертный проверю что-то мы с ним бы на улице мы прозвольте срезы но приючить поторопись смертный не хватает быстрее смертный а поклялся служить ай реникс его бреет бою готов не остался где-то не хочу говори я ты меня пугает тройка завершена застройка завершена но приближается квест меня пугает он очень много уже успел понатаскать бас разных куда летим я устал ждать или не дали 7 меня и он да у хуман у него там смерть я боюсь сейчас хавки ё-моё я руи нервы нера я крейд это атаку делал делал не тегра делал быстрее воетесь принцессу устала сверху масляку зло приближается я жду смертный поторопись мертный к бою готов зло приближается так наверное не смысл базы поставить я жду смертный закирали чем я устал ждать я левого зря мы наверно по двум направлениям двигались но приближается прям может боком да тут было его я жду смертный надо театрично просто зло приближается все у меня довольно таки не устал не жестко я быстрее подойдешь ко мне тебе нужна помощь но унычка я встаю я ну могу могу прийти нам и тогда просто тут dv пока пока что я могу телепортировать внизу в сексе в порядке потом если чё поторопись смертный куда летим я жду смертный а тут у меня там напали так скоро надо будет меня хорошо готовлюсь нет они отошли нет они здесь здесь да все-таки брейкеры и нас быстрее ой да мне вас отменили там я могу любой момент мне кажется они следующее пойдут высота не они пошли в гриево куда-то может пойти именно тебя я выглавливать может быть отменяю этот inner fire потому что у него прейкер чертный а вот они пришли данных т.п. на мою икс давай я делаю за мой народ куда летим я жду смертный давай лечу уже лечу как отлично говори говори да ну я сейчас слева там согрел давай это по еще есть говори нет штуки они там то вариантом капец армии сейчас берут нам нельзя вот так вот действовать такая базовая ошибка когда-то на много разных фронтов минаешься сражаться очень плохо заканчивается всегда надо выбрать кого там или вообще за за затихнуть на некоторых вере под восстановиться что я скину я жду смертный я жду к бою готов я жду смертный у всех ботинки героев денег не хватает на это или что ну что переучился 2 т.п. взял быстрее смертный у нас станер они как да у нас есть тебе идет снег x не достраивается хорошо что нет он идет это другая вообще-то д.в. граф подчеркивание до перехвы подошли на инерсит месяц или попробуем все-таки лови драконов драконов ловить так чтобы лечу там сайлаз это другие они то что поделать делаем-то поделаем-то поделаем-то поделаем т.п. сажал какая жопа ты видел какая жопа сло приближается а нельзя да так брейкеры в танке что тут квест еще я жду смертный я жду смертный из-за рода никакой пощадки хорошо до летим опять начинаем а ты ты уже готов да сражаться дойдет мне позиция здесь в общем-то хорошая для воздуха танки уходят я ты пышу до севера затухов славил вермам славил гор много славил отступи там от ступени потанки не сникали мы спали в это все ух вот эта битва фиксически еще не потерял красивым надо реген было прописать верху группируемся ясно говорим быстрее смертный я жду сверху попробуй отбиваться говори быстрее смертный более ну как мне бесит такие вот разводы пашечки надо перевести дух от нас построить защиту какую-никакую восстановить наверно базы на последних как карты ну ты шок это вот это было сейчас вообще самое сложную бить говорить за мой народ да будет так за счет опыта можем здесь еще разрулить так у вас продолжает строить вот этот макро такое от андета а хавки я устал узнаем или его из видишь смотри вообще все прекрасно очень хорошо герои там даурен и у него отличные каналы это был д.в. мы же д.в. сейчас убивали нет мы сначала один я понял дады вы был сначала на них убивали они отступили и пришли другие и начали что мой базу и понял да я полетел нычка проверю там то есть все время их строил но приближается я не знаю как мы как нам действовать у нас левак у вест и д.в. которые очень хорошо разжираются я пока пожил я готова вы здесь тоже рейнфорсмент ну я пошел до такой рейнфорсмента очень много золота да уже исследование за него приближается я рада по-хитрому надо мы говорим меня когда литей нравится перекрыть я к тебе предислоцируясь ну что может быть они увидят чего я уже есть под башеньки встал у тебя т.п. накажем герои приближается домой что полезу алина и может и п. отсюда да да наверное давай базу я ударил вверх быстрее смертный я устал да они отстроены прекрасно я излечу верный там что притер не зовет подавайте здесь лечу твой так должен танковать ой у меня тут в танке танкуют как раз за мой народ по воюю нет не будем воевать давай на вашу позицию да мы не в позиции краб отступает за мой народ отвратительная позиция я там все слил героев можно нюхать да да торопись смертный проще простого говори ой 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 вовремя нажал еще приближается а с этого я поклялся услуги я устал ждать я жду смертный города нас на союзников посаде не хватает дерева говори строжить он под контролем да будет твои же смертные твой да я пчаюсь ему сделаешь говори да не щитом что быстрее ветра я устал ждать заехал одним на это вообще одинешек и такой можно так пропрыгал ждать тиму меня пиле хватает работа хорошо еще будем пытаться сделать я бегу я жду сверху но приближается парень лес есть постройка завершена говорим да мы остались от парадок даже нет нет есть здесь лечу лечу небо завят быстрее смертный поторопись смертный лечу там же еще вест там не показывают просто это баг а чё они не дерутся с теми хорошо у меня центральную базу сейчас убьют я не знаю тот стоит вообще сражаться за это или нет не стоит не стоит мы говорим давай наверх я хочу чуть мою базу и сейчас мы по нычкам пролечу опять грифонами но приближается я жду смертный да это зло приближается зло приближается зло приближается зло 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 там еще шкул вест знаешь там вообще жопа у левых товарищей мы снова летят да я устал я еще немного восстановился я могу уже джорис на стороне страж на страж на я лечу я бачу завершена лечу небо зовет он продает ух ты там как много грифонов отходим 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 не ловим 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 баки а у меня лич минус нифига себе убежается ванду помадуар куда летим я жду сверху не только лич сейчас я устал устать а для дома на небо зовет он приближается я телепортируюсь видимо не могу контролировать с вас слишком у меня все сливать блин я жду сверху а гг скорее всего только танки наши больше так но штук по парам 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 я жду смертный там все красное сейчас телепортируюсь а там уже все красное да ну есть а там нет вряд ли или уж что у тебя по армии давай ладно последний бой дадим поехали я телепортируюсь говори говори быстрее смертный что зло приближается куда летим где родор англ поводор я устал ждать наш герой погиб к бою готов куда летим поторопись смертный я жду смертный изя родов за мой народ я устал ждать наш город а сахар я там за мой народ герой герой ангел поводор воскрешение дам ну видишь это по крайней мере каточку у нас получилась такая до конца до конца молодец ну можем еще сражаться я пока еще живой давай все красный два раза ставки не не в этом ну то есть мы даже если по этих шатали у нас еще одна большая проблема это это путь и чуваки у которых там шесть нычек их никто не не беспокоит все пишем выходим ну что соколик спасибо тебе большое за за игру хотя квест видишь а пониже был по пачкам товарища квест по моему то есть вынесли они топ-1 не они не вынесли но вот эти чуваки которым проиграли это они были топ-1 аренекс реинфорсмент давние товарищи хорошо играют фух ну хорошо посмотри свои очки и хавка что хавка играл в этой игре бывает но побежать что-то племени подживи я пожалуй спас не стоит или ты хочешь побжи ластецку одну то можно понятно ладно давай ластецку прям нет я стримует все гуф давай